Секунду, сейчас. Всё, началось. Итак, здравствуйте, пациентка инкогнито. Здравствуйте. Да, мы с вами будем, это уже идёт съёмка, мы с вами будем говорить дискретно. Вот, я ещё раз напоминаю вам, что вы не должны, значит, упоминать случайно никаких данных ни о вашем месте пребывания, ни о том, как вас зовут, ни как зовут ваших родных и близких, ни, значит, упоминания, скажем так, больницы, вернее, больницу-то можно упомянуть, там, психиатрическая больница или общего профиля, но без упоминания города, без упоминания страны, без упоминания имён. Хорошо. Теперь, значит, пациентка инкогнито. Инкогнито – это, ну, скажем так, инкогнито, когда человек анонимно приходит, и никто не знает, кто он. Значит, я вас очень прошу, чтобы вы мне сейчас голосом чётко и ясно, вот прямо сюда, наговорили о том, что вы, я, значит, пациентка инкогнито, разрешаю доктору Джорджу Горбатову после завершения консультации разместить материалы съёмки, ну, приблизительно в таком вот духе, значит, на его канале Ютубе при условии полной конфиденциальности. То есть, естественно, я просмотрю, и если вы будете там, скажем так, ну, неузнаваемы, не, скажем так, никто не сможет вас идентифицировать, вот на этих условиях вы мне разрешите, скажем так, разместить результаты, то есть, скажем так, запись, аудиозапись этой беседы. Пожалуйста. Хорошо, я, пациентка инкогнито, разрешаю доктору Джорджу Горбатову после завершения консультации разместить материалы беседы на его Ютуб-канале при условии соблюдения конфиденциальности. Правильно, спасибо, всё, а теперь начинаем, собственно, уже сейчас формальные данные мы уже сделали, а теперь начинаем консультацию. Так, значит, я знаю, что вам 18 лет, вот, и так далее, знаю, что, скажем так, значит, даже не буду говорить о том, чем вы занимаете, пусть тоже останется в тайне, но я знаю. Так, значит, давайте вот что, значит, знаю, что вы живёте с мамой, вот, и так далее, и так далее. Всё, значит, не замужем, и, скажем, ещё находитесь на изживении мамы, или не на изживении, неправильно, а живёте вместе с мамой. Так, теперь, пожалуйста, вначале, вкратце, сформулируйте, сейчас я, вы меня не видите, да? Ну, ладно. Ну, не. Не видите. Не видите. Не видите, ну, бог с ним, бог с ним, ладно. Вот, значит, я и вас не вижу, потому что вы там не знаете, как это сделать, хорошо. Так, значит, вкратце и сформулируйте, что вас заставляет или побудило искать помощи у врача-психиатра. Значит, вначале в такой общей, как шапка, как заглавие. Уже довольно давно у меня пропали, то есть, снизилась способность получить удовольствие тех дел, которые мне раньше нравились. И, в принципе, это захватывает очень многие сферы моей жизни, вот, подобная проблема. Хорошо. Ну, давайте немножко уточните, значит, скажем так, что было до того и что стало сейчас, чтобы я мог понять, и чтобы слушатели могли понять, как изменилось. Значит, вам, вы что, молодая там и так далее, и так далее, вот, 18 лет, то есть, должно все радовать, а вас что, перестало радовать? Ну, да, это случилось довольно давно, там были разные периоды, но, в общем, до этого я была, в принципе, нормальным ребенком, и у меня там были в основном детские увлечения, но я могу сказать, что меня радовали многие вещи, а потом я очень изменилась, и... А в каком возрасте? Я вас буду, я вас буду перебивать, пациентка. Значит, в каком возрасте вы изменились? Это что, период пубертата, когда начались месячные этого полового созревания, или еще раньше, или позже? Ну, это было лет, наверное, 11, это было еще в пятом классе. Значит, лет 11, скажите, у вас месячные с какого, в каком возрасте начались? С 14 лет. С 14 лет, ну, это, конечно, 3 года, вот, ну, в общем-то, с 11, то есть, до 11 лет вы не имели никаких проблем, да, с душевным здоровьем. Я правильно понимаю? А что же произошло в 11 лет? Ну, там были какие-то обстоятельства, что еще подруга моя переехала, но я думаю, что это все играло второстепенную роль, потому что проблемы уже начались до этого. Подождите, так проблемы начались до 11 лет? Ну, то есть, до переезда подруги, я думаю, все-таки так. Это было каким-то важным периодом в моей жизни, важным событием. Кстати, она была единственной подругой, но я думаю, что это была не ключевая проблема. Нет, подождите, давайте мы не будем, значит, что вы думаете, потому что как раз вы должны мне факты сообщать, а уже имеет это значение, могло это повлиять или в какой степени, это уже, это моя задача, это я буду. Значит, все было нормально. После какого события в 11 лет у вас, значит, изменилось ваше состояние? Что там произошло? Расскажите, пожалуйста. Ну, у меня была единственная подруга, и она просто переехала, и мне стало не с кем общаться. Подождите, значит, у вас была подруга, она просто, вы не поругались с ней, она вас не покинула, она просто уехала в другое место, на другое место жительства, да? Да. И вы, и вам, и вы, значит, почувствовали, что вы оказались в вакууме, да? Да. В вакууме. Скажите, а что у вас сложности были с общением вообще-то? Сложности, да? Да, это было, ну, вот это было с самого еще детства, раннего, то есть, по сути, всегда. Мне было тяжело в больших компаниях заводить знакомства, я чувствовала себя там постоянно скованной. Ну, скажите, а что, у вас какая-то, значит, уже прямо с детского возраста было какое-то чувство неполноценности, да, низкой самооценки или как? Вот почему вы в компаниях, ну, ребенки, дети, они обычно очень легко, ну, скажем так, вливаются. А что мешало вам? Почему вы чувствовали себя дискомфортно в компаниях, ну, новых? Ну, во-первых, у меня, наверное, была какая-то тревога, и из-за этого я как-то начинала избегать многих вещей, ну, то есть, в общении. И, по сути, в... Скажите, пожалуйста, я буду перебивать, вы не обижайтесь, буду дополнительные вопросы задавать. А что значит тревога? Почему тревога возникала именно во время общения? Почему? Низкая самооценка, а что обо мне подумают, а что я скажу, а примут меня или не примут меня? Это было или что-то другое? Ну, да, я очень переживала, что могу не понравиться человеку, наверное, да. Да, что могу не понравиться, правильно, вот это уже кое-что. То есть, вы чувствовали себя неуверенно? Ну, возможно, да. Подождите, а я вам даже позволю и больше сказать, вы и сейчас себя чувствуете неуверенно? Это мы сейчас говорим об 11, когда вам было 11 лет, и раньше еще было. Поверьте мне, что вы и сейчас чувствуете себя, ну, скажем так, ну, вот когда вы, значит, общаетесь с новыми людьми, незнакомыми, вы чувствуете себя очень и очень дискомфортно, правильно или нет? Да, да. Скажите еще один вопрос, пациентка инкогнито. Скажите, вы никогда не слышали, вот, чтобы, ну, вас называли чудачкой, белой вороной, нет мира сего? Да, такое было и очень распространено. Да, я это тоже, кстати, почувствовал, я это почувствовал, поэтому я и задал этот вопрос. Скажите, а вот это ощущение, что вы, ну, как бы не принадлежите к этой средней массе сверстников, она когда у вас появилась? В каком возрасте? Ну, в школе она появилась особенно, но это было уже с детского сада. Даже в детском саду. Скажите, вы, наверное, неохотно посещали детский сад? Да, я не любила. Вы не любили, вы плакали, вы, наверное, просили родителей, чтобы вас не отдавали, да? Да, да. Но родители, естественно, были заняты, и у них не было этой возможности, и они, в общем-то, не удовлетворяли вашей просьбе, да? Да. Скажите, пожалуйста, а вот что происходило в детском саду? Значит, если человек влился в коллектив, ему там хорошо, он охотно, он охотно посещает детский сад. А что же вы ощущали там? Ну, мне, наверное, было еще очень страшно, потому что я даже помню, как мама меня покидала, для меня это было просто катастрофой. Наверное, я как-то не чувствовала себя там в безопасности, просто потому что тяжело было мне общаться с людьми. Подождите, но там же никаких угроз не было, вас третировали. Вас мобировали. Ну, скажем так, значит, скажем так, вот эти неодноклассники, товарищи по детскому саду, воспитатели, они к вам не придирались, они вас, ну, как бы не игнорировали, они вас не наказывали? Или все-таки вот это чувство безопасности, вот, отсутствие безопасности возникло после того, как в садике товарищи по садику и воспитатели, ну, начали вас в какой-то степени, ну, третировать? Нет, нет, такого не было. Этого не было, этого не было, да, этого не было. Понятно, понятно. Так, значит, и вы, вы с первого, с первого же посещения детского садика, значит, почувствовали, что это не ваше, что вам бы лучше было все-таки дома, да? Ну, да. Скажите, еще один вопрос дополнительно. Я уже даже догадываюсь, о чем идет речь, догадываюсь, вот, это еще не точка, но уже появилось предположение диагностическое. Скажите, вы вообще-то живете в мире своих каких-то созданных, в своем созданном мире, это правда или нет? Это тяжелый вопрос, но я даже не знаю, как на него ответить. Я не очень представляю, что значит собственный мир. Я вам сейчас попытаюсь объяснить. Значит, есть люди, например, есть люди, это здоровые люди двух типов. Первое – это экстраверты, это люди, которые без общества жить не могут, это люди, которые постоянно, значит, стремятся общаться, заводить знакомых, у них полно друзей, общения, то есть им хорошо, им комфортно, когда они с кем-то. Второй тип – это так называемые интроверты. Это люди, которым более-менее хорошо, когда они сами, когда они вот сидят, занимаются какими-то своими делами, а вот общество, обществе, они чувствуют себя дискомфортно. Значит, для меня стопроцентно ясно, что, конечно, вы интроверт, правильно? Да. Вы интроверт. Но я иду и дальше, я уже иду и дальше. Следующая ступень, значит, и интроверт, и экстраверт – это нормальные здоровые типы. Это типы, которые были описаны швейцарским психоаналитиком Юнгом. Юнгом. Слышали, наверное. Это его классификация. Но это, с моей точки зрения, и экстраверт, и интроверт – нормальный человек. Почему? Потому что и экстраверт, несмотря на то, что он предпочитает общество, вот, он, если надо, он будет сидеть и заниматься, он будет сидеть в тишине, он будет заниматься какими-то своими делами. Хотя предпочтение он отдает внешней жизни. То же самое касается и интроверта. Интроверт, конечно, предпочитает сидеть, читать книги, коллекционировать, думать, мечтать, фантазировать. Вот. Значит, почему? Потому что в этой обстановке он чувствует себя наиболее комфортнее. Но, если надо, он идет, и в школу идет, у него имеются и какие-то там небольшое количество друзей. Если надо, он пойдет и на праздники, и на день рождения, и так далее. Это нормальный. Следующий тип – идет так называемая шизоидная психопатия или шизоидное расстройство личности. Это уже углубление интровертированности. Это человек, который внешне, вот, то, что вне его мира, вне его дома, вне его мыслей, вне его желаний, оно, в общем-то, дискомфортно, оно чуждо, оно не интересует такого человека. Вот скажите, пожалуйста, этот, о вас идет речь или нет? Ну, наверное, в какой-то степени, можно так сказать. Подождите, что значит в какой-то степени? А в какой степени? Ну, я просто еще точно не уверена. Я не очень поняла, к кому я отношусь, к какому степени. Не понял я. Ну, не первому, это понятно. Ну, наверное, да, к третьему, да. Ну, скажем так, у вас много, вот смотрите, у вас была одна подружка, одна подружка уехала, и все. Значит, нормальный экстраверт, нормальный, здоровый, он бы нашел бы себе, во-первых, у него была бы не одна подружка, а несколько. Уехала подружка, он немножко потасковал бы, но вскоре нашел бы себе замену, одну или две или десять подружек. Понимаете, у вас же этого не произошло? Да. Не произошло. Правильно, не произошло. Значит, тут речь может и идти о двух, значит, моментах. Либо, действительно, о шизоидной расстройстве личности, либо о так называемом избегающем расстройстве личности. Скажите, во чем вы охотнее занимаетесь? У вас есть какие-то хобби? Ну, сейчас нет, но было рисование и чтение книг, изучение каких-то языков. Ну, рисование, чтение книг и что еще? Ну, изучение языков разных. А, изучение языков. То есть, ну, скажем так, конечно, это вот такие занятия, которые не требуют, скажем так, спорт, увлечение спорта, баскетбол. Это командная, это командная, скажем так, вид спорта. Естественно, вас это не прельщало бы, правильно, в команде. То есть, вам все-таки более комфортно, когда вот вы читаете книги, да, когда вы, значит, изучаете язык. Или все-таки, потому что язык можно как изучать? Его можно сидеть, читать, там, слушать, скажем так. А можно контактировать с другими людьми, носителями этого языка и с ними говорить. Так вот, вам приятнее все-таки сидеть самостоятельно и изучать язык, да, там, слушать, там, через интернет и так далее. Чем общаться с людьми, носителями языка? Ну, да, сейчас так, да. А почему сейчас? А что, раньше такого не было? Вы же мне сами сказали, что вам было уже с детства, когда вас, значит, отдали в детский сад, вам было некомфортно там. Не потому что, понимаете, может быть некомфортно. Ребенок пошел, ну, а он не понравился детям, и дети начали там смеяться, издеваться, обижать человека. Или воспитатели всякие, понимаете. Вообще-то, воспитатели должны нормально относиться ко всем воспитанникам, так, но люди есть люди, жизнь есть жизнь. И вот не понравились, и все, мама ваша, предположим, не давала им к 8 марта подарков, или не приходила и так далее. Понимаете, вот тогда еще понятно, почему вы не хотели в садик. Потому что вы чувствовали там себя плохо, вас обижали, вас к вам плохо относились, вот, вас наказывали и так далее. Но ведь этого же не было, я правильно понимаю? Не было. Не было. Значит, проблема в вас, а не внешности. Правильно. Хорошо. Хорошо. Значит, в школе, в школе, вот, это в 11 лет, значит, подружка ваша уехала. И что, вы остались так без подруг? Да, вообще. И что, и до сих пор, и до сих пор у вас нет подруг? Ну, сейчас я общаюсь с какими-то людьми, но для меня это не сложно сейчас. Подождите, так вам было и тогда сложно? Не только сейчас, вам и в 11 лет было сложно? То есть, было сложно в 11, и эта сложность остается и до сих пор? Правильно или неправильно? Ну, да, да. Скажите, значит, во время школы, так будем говорить, значит, чтобы дискретность соблюдать, значит, в школьной, вот, последней, там, в 10, в 11 классе, скажите, как вам относились люди? Ну, одноклассники, они вас признавали, как равноценного члена общества, или они вас отвергали, они вас оторгали, они смеялись, вы были им неинтересны? Ну, они действительно считали меня белой вороной, это правда, в принципе, так они относились до какого-то периода хорошо, но как-то я написала там одно сочинение, и после этого они, конечно, стали, ну, как, проявлять какую-то агрессию и немного издеваться. Скажите, пожалуйста, а вот это важный вопрос, это в каком классе было? В девятом, в восьмом, восьмом. В восьмом классе было, а что вы там написали, вот это же важный вопрос, о чем вы там написали, почему, а что это сочинение, что ли, учительница, значит, зачитывала или как? Да, зачитала, потому что оно было не похоже ни на меня, то есть, чтобы я так выразилась, да, и не на другие сочинения, поэтому ему уделили особое внимание. Значит, я сейчас попытаюсь уточнить, то есть, содержание этого сочинения в восьмом классе произвело впечатление даже на учительницу своей необычностью, да? Да. А что ж там было необычного? Более того, когда она, это глупый педагог, она не имела права это зачитывать, или в каком она смысле зачитала? Как пример, значит, другим ученикам, вот смотрите, как надо писать сочинение, или наоборот, критично? Нет, она просто именно сказала, что это действительно очень необычно, и что она именно и выделила, что необычно то, что я такое написала, и, в принципе, сочинение именно необычное. Подождите, подождите, то есть, в положительном смысле учительница расценила ваше вот это сочинение в восьмом классе как положительное или как отрицательное? Ну да, скорее положительное, но со многими вещами сочинение она была, конечно, не согласна и выразила критику. Ну хорошо, а теперь вы можете мне рассказать, о чем шла речь, какая тема была сочинение, и ваши там вот эти мысли, ваша странная, ну не странная, а особая, индивидуальный взгляд? Как тема называлась? Там было сочинение о каком-то произведении, я уже не вспомню о каком, я критично выразилась о героях, которых там предподносит автор, весьма критично, там, ну и в основном вот эта деталь многим не понравилась. Со стороны одноклассников, значит, последовало агрессивное отношение. Вот почему? Ведь это шкалеры, ну мало ли кто что пишет. Значит, по-видимому, то, что вы написали, каким-то образом задевало и касалось вот этой ваших товарищей по классу. Да, потому что я, в принципе, выразилась не сколько об этих героях, а о таких типах людей. И вот именно такие фразы их разозлили очень. Ну хорошо. А что вы там, значит, я думаю вот, что я, понимаете, я хочу все-таки уточнить, потому что моя же задача диагноз. Скажите, а как вы там, как вы думаете, как вы полагаете, как вы считаете, как вы могли их, почему они так отреагировали, почему они почувствовали, что речь идет якобы о них. Хотя на самом деле формально речь шла о герое или о героях произведения. Что их там оскорбило, что их там задело, что они даже изменили свое отношение по отношению к вам. Как вы думаете? Ну, они, видимо, подумали, что я ненавижу каких-то, типа каких-то людей, и их это очень оскорбило, и что сочинение вообще было в таком духе написано, что я, наверное, какие-то даже слои общества, возможно, принизила, или что-то в этом духе. Ну, я не совсем понял, значит, каким образом, чем вы могли задеть эту массу? Ну, вы поймите, это шкалеры, вы что думаете, там прямо философы, канты, да, сидят, шопенгауэры, да, они что, прямо вот так это состояние могли думать? Значит, там было открытым текстом, в общем, то есть, понимаете, это шкалеры, ну, обычные шкалеры, они что, там, располагают глубокой философской мыслью и так далее. Значит, это сочинение было настолько написано, что даже вот такие обычные среднеумственного развития шкалеры, они почувствовали, что вот вы, 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 вы прямо говорите о них, и поэтому они изменились. Значит, что вы там писали, в двух словах хотя бы, чтобы я понял, вы что, оскорбления, идиоты, весь народ дурак, все народ, значит, шкалеры, там, идиоты и так далее, и так далее. Вы понимаете, когда действительно человеку, скажем так, ну, вот, лектор, да, читает лекцию, и потом он говорит, обращаясь к присутствующим, значит, вообще-то 99% народа это идиоты, дураки, тупицы, не в состоянии думать. Вот, естественно, каждый, он же себя не причислит к этому одному проценту элиты, вот, значит, естественно, таким образом, эта лекция и высказывание лектора, она будет оскорбелением для, значит, люди, люди даже небольшого ума поймут, что речь идет о них, что этот лектор не уважает их, что он считает их, там, дураками, неполноценными, значит, скорее всего, и в вашем сочинении тоже звучали такие нотки, и были такие акценты, что вот эта масса восьмиклассников, которые думают, там, я не знаю, о чем они думают, я вспоминаю себя, что я думал там о каких-то, я там влюбился в девочку какой, вот меня что интересовало, хотел, чтобы меня посадили к ней, меня не сажали, вот, что меня занимало, понимаете, а тут, значит, после того, мало того, что и учительница обнаружила, значит, заметила, что что-то необычное, еще и школяры, ваши соученики, они обнаружили и сочли себя оскорбленными вами, и после этого они изменили свое отношение. Что вы там написали в двух-трех словах? Как вы могли это задеть? Ну, я как-то написала, что это вот такой тип плотников на все золотыми руками, ну, там очень сложно объяснить, но именно они почувствовали, будто агрессия идет, допустим, либо на каких-то определенных мужчин, либо на что-то вот подобное. То есть, они воспринялись, что вы, значит, проявляете агрессию по отношению к ним, да? Или как? Наверное. Наверное. Ну, хорошо, хорошо, хорошо. А что учительница сказала, вот что ее все-таки заинтересовало конкретно? Школьников, я понял, да, вы проявили там необычность. Потому что, вы знаете, вот я вспоминаю, когда я учился и, скажем так, писал сочинения, я ничего там не писал, ничего. Я, значит, раньше был учебник, он назывался «Родная речь». Это было в 50-х, 60-х годах. Я просто списывал, вот, из-за этого и все. И поэтому, естественно, там мне ставили, лишь бы грамотно было написано о каких-то там произведениях, каких-то там мыслей новых. Конечно, я там этого не описывал, поэтому, вот. А вы, наверное, что-то такое необычное, да, написали? Да. Скажите, а это те тысячи? Да, да, да. Говорите. Учительница обратила внимание на то, что я говорила о том, что лучше проявлять во всем нейтральные отношения. И она выразилась так, что если проявлять нейтральные отношения, то это значит, мир будет без чувства и эмоций. И это даже, помню, некоторых учеников тоже задело. Они решили, что я вообще против того, чтобы человек даже испытывал боль, хотя я не знаю, с чего они взяли это. Я еще потом слышала подобные оскорбления с их стороны. Ну, в общем, не совсем понятно, но я понял только одно. Не совсем понятно, но я понял одно. Что когда, значит, во-первых, учительница, она не педагог. Она должна была предвидеть, она должна была понять вас. Она должна была, потому что педагог – это психолог. Он не может быть не психологом. Он должен был понять, что девочка с особенностями взгляда, с особенностями поведения, своеобразные и так далее. Она могла бы с вами было просто поговорить, тет-а-тет и там объяснить. Вот. Она сделала ошибку, она сочетала это. А там действительно были мысли необычные. Вы понимаете, что даже простая вот эта масса шкалеров, она восприняла это чуть ли не как арогант, как ваше высокомерие, смотри какая. Понимаете? То есть, вот в чем дело. Вот в чем вся проблема. Да. Да, ну и хорошо. И как же они стали к вам относиться после этого? Шкалеры. Ну, какие-то издевки были, но в целом-то я улавливала подобные отношения. Ну, там могли в чай плюнуть, допустим, или подобные какие-то вещи. Понимаете, я вас плохо слышу там как-то. Или вы далеко от телефона, или я не знаю. Скажите, пожалуйста, значит, а как они вас характеризовали после этого? Вот как изменилось их отношение? Как они вас называли? Ну, называли никак, но я думаю, они воспринимали меня. Они еще меньше стали меня понимать. И воспринимали, наверное, как это очень агрессивно и, ну, то есть, агрессивно на какие-то, не внешние именно, а агрессивно на какие-то вещи. Подождите. Подождите. Они к вам, я не совсем понимаю, плохо слышно, не ясно. Они к вам агрессивно относились или они в ваших словах нашли агрессию с вашей стороны? Словесно. То есть, они нашли какую-то агрессию в сочинении, и они считали, что я действительно вот какая-то в чем-то настолько радикальна, что даже не совсем адекватна. Ну, скажем так, что вы высокомерная, да? Ну, все ясно. Я вам скажу, я вам скажу. Это то, чего я, помните, вам задал вопрос. Называли ли вас чудаком, белым вороной, инопланетянкой и так далее, и так далее. Понятно, понятно. Хорошо. Скажите, а до этого, до этого сочинения, как у вас были взаимоотношения с учителями, с, вот, одноклассниками? Они были нормальные или нет? Ну, они всегда были напряженными. Они были напряженными. А как вы думаете, почему они были напряжены? То есть, это ваша вина, это ваша особенность поведения или это, понимаете, я могу вам так сказать. Ну, там, индивидуально, там, один-два человека могли, вы могли им не нравиться. Но если весь класс ополчился против вас, значит, что-то в вашем поведении было такое, что не нравилось, ну, скажем так, большой массе людей. Так вот, что вы... Ну, они ко мне относились нормально, ну, то есть, агрессии до этого не было никакой с их стороны. Скорее, наоборот, они были заинтересованы очень во мне, ну, так как они еще не понимали меня, им было интересно со мной. Но, опять бы, проблема была исключительно с моей стороны, что когда я выходила за рамки какой-то своих привычных фраз, у меня сразу начиналась тревога очень сильная. И поэтому я просто избегала, избегала подобных вещей и никто меня не понимал. Ну, хорошо, пока еще не совсем понятно, ладно. Хорошо, ну, и как же развивались эти события в школе? Вы в школе, вы хотели идти в школу? Помните, вы мне сказали, в садик я не хотела идти, но вынуждено было, потому что там родители на работу, и я должна идти. А в школу у вас не было такого, что вот вам не хотелось идти после, особенно вот... Да, да. Нет, вначале я любила ходить в школу, потом мне стало как-то... Все равно, ну, так как это была без обязанности, то я как-то никогда не оценивала, надо, ну, типа, хочу или не хочу, просто шла. Подождите, вы шли, ну, вы шли с радостью, вы понимаете, я вспоминаю себя, конечно, я шел с радостью, почему? Ну, во-первых, девушка там какая, ну, понимаете, ну, нормально, ну, это школяр, больше ничего нет. Ну, идешь в школу, идешь охотно, охотно идешь, естественно. Вы шли охотно, вам, у вас не возникало мысли не идти, прогуляйте. Вот вы не прогуливай, почему? Потому что если мне там некомфортно, если на меня смотрят волком все, так, естественно, мне там плохо. И, естественно, я не хочу туда идти, но я боюсь, значит, родителей, я боюсь, что меня исключат и так далее. Это разные вещи, вот, объясните. Вы охотно? Ну, наверное, я как-то, когда я находила какую-то свою зону хоть какой-то безопасности, я уже не чувствовала там такого дискомфорта. Хоть я и была напряжена, но в какой-то своем, наверное, домике я чувствовала себя нормально, поэтому мне, в принципе, было все равно идти или не идти в школу, я так не оценивала. Хорошо, все, ладно, пока закончили с этим. Второй вопрос. Какие у вас взаимоотношения с мальчиками? Хорошие или нет? Или это проблема у вас? Ну, то есть, каких-то отношений отцов с мальчиками у меня никогда не было, но многие интересовались мальчиками. О, мальчики, то есть, вы мальчиков интересовали, да, и интересуете, правильно я понимаю? Да. Хорошо, значит, все-таки, а чем, как вы думаете, чем вы их заинтересовываете, внешностью или своим интеллектом особым? Да, я честно не знаю, это как-то говорить о себе тяжело. Не, ну, как вы считаете? Вы себя находите привлекательной девочкой, там, фигура хорошая, симпатичное лицо. Что их интересует, мальчиков? Ваш интеллект или ваша внешность больше? Или ваша вот эта своеобразность, оригинальность, а? Как вы думаете? Ну, скорее, вот именно что-то, то, что, ну, или интеллект, либо оригинальность, наверное, помню. Скажем так, значит, их привлекает то, что, вот, необычность какая-то. Ну, вот другие девочки, они стандартные, они такое говорят о шмотках, об одежде, там, еще о чем-то, о косметике. Я же не знаю, о чем молодежь говорит. Я уже старый человек, и поэтому не знаю. Вот, значит, естественно, что такие, но они не очень-то привлекают. А вы, может быть, это какая-то загадочность вас, понимаете? Да, да, я думаю, на так. Загадочность, да. Скажите, их вот отношение, вот, по отношению к этой, ну, скажем так, то, что мы назвали, загадочность, оно положительное или это просто интерес? Или это их положительно? Положительно, да? Хорошо, хорошо. Вы пользуетесь этим, этой привилегией? Мальчики на вас смотрят, мальчики проявляют к вам внимание, что мальчики предлагают вам дружить. Я же опять не знаю, понимаете? Я уже старый человек, я не знаю, я могу вспоминать, когда я был в вашем возрасте и в школе. А, слава богу, уже прошло, там, лет 60-65, все уже изменилось. Вот, вот как вы, как вы реагируете? Вас радует это? Вам, вас мальчики интересуют или вам безразличны они? Ну, скорее интересует. Скорее интересует или не очень интересует? Ну, скорее все-таки интересно, я тоже как-то начинаю проявлять внимание, просто хотя бы чистое внимание, просто мне тоже становится интересно, интересен человек. Ну, хорошо. Я знаю, что он во мне интересован. Хорошо, ну, вот вы интересуете, мальчики там, значит, подходят, проявляют знаки внимания, а как вы реагируете? Вы идете навстречу их, значит, на контакт или нет? Или наоборот? Как-то замыкаетесь и... Ну, скажем так, давайте по-русски я спрошу. Не будем темнить. У вас есть друг? Ну, все-таки это же там, значит, есть или нет? Были ли у вас, значит, сейчас же, наверное, совсем другие времена? Спутник жизни, друг, бойфренд или как там по-английски? Ну, нет, такого не было. Почему? Как вы думаете? Ну, я, в принципе, как-то была, что я была как-то вот именно с серьезными какие-то отношениями, я не была готова заводить никогда, наверное. Я не понял, что вы были, что вы не были заинтересованы. Что-то настолько серьезное, для меня это что-то очень серьезное, на что я была не готова. Очень серьезное. Ну, да, то есть вы сложно... Вообще вы на все события смотрите на жизнь очень сложно, да? Вот у меня такое впечатление. Все сложно. Девочка, взять обычную девочку. Мальчика обращают внимание, если мальчик ей нравится, даже если он даже ей не нравится, ей все равно приятно. На меня смотрит. Какая женщина, любая женщина, если даже нищий какой-то, какой-то оборванец, значит, проявит интерес, ей все равно будет приятно. Понимаете? Вот. А у вас это, значит, а это же не оборванцы, это обычные школьники, там, может быть, даже и не последние в классе. Вот. Почему вы не идете на контакт с ними? Почему это сложно для вас так? Ну, я все равно была... Может быть, потому что мама, мама так вас воспитала. Может быть, давайте я пойду немножко в сторону. Может быть, вас строго очень воспитывают? Ну, нет, нет. Нет? То есть, может быть, чрезмерно ты должна быть, ты не должна нас позорить, ты не должна, это некрасиво, а что подумают люди, а что скажут люди. И так далее, и тому подобное. Или этого нет? Этого нет. Этого нет. Значит, проблема в вас. Хорошо. Хорошо. Какая еще симптоматика у вас? Во все-таки, что заставило вас все-таки обратиться за помощью? Кстати, а вы обращались к кому-то? Да, я обращалась в девятом классе за помощью. Но с тех пор, в принципе, я все равно под каким-то присмотром врачей была. Подождите, вы обращались? Вы обращались к кому? Психологу, психиатру, психотерапевту или просто детскому врачу? Ну, честно говоря, там это уже давно идет, и то есть ко всем, наверное, врачам я уже у всех была. Подождите, у кого вы у всех? Меня интересует только психиатр, и все остальные меня не интересуют. Да, у психиатра я была, да, уже давно. Я прохожу уже какое-то лечение, но меня очень помогает. Подождите, вы даже проходите лечение, а какой вам диагноз выставили? И когда вы впервые... Так, первое, когда вы впервые обратились, попали к психиатру, в каком возрасте? И какой диагноз? В девятом. В девятом классе. Так, почему вы пошли к психиатру? Что заставило вас, да, там, 16-летнюю девушку пойти к психиатру? Ну, я даже помню, какую я жалобу говорила, но она такая абстрактная. Я просто говорила, что раньше у меня чувствовала красоту и какие-то положительные эмоции, даже какие-то картины, то есть. А сказала, что я сейчас перестала это чувствовать, все. Да. В общем-то, вот такая. Что, у вас поблекли краски жизни? Да, да, очень сильно. Все какое-то серое такое, невзрачное такое, невыпуклое, неяркое, да, какое-то стертое все, да? Да. Да, да. Скажите, а какие еще симптомы у вас вот в девятом классе появились, кроме вот этой эмоциональной вот такой серости какой-то? Ну, каких-то тревожных не было, потом у меня еще были какие-то тревожные, наверное, расстройства, но на момент девятого класса их еще не было. Ну, то есть на момент обращения к врачу. Подождите, подождите, а какая тревога? В чем проявлялась тревога? А вот мысли навязчивые постоянно. Навязчивые? Какие навязчивые? Расскажите. То есть, допустим, я прочитала книгу, что-то не поняла, и эта мысль просто не уходит с головы. Я могу что-то делать, она постоянно как будто в моей голове, и я не могу от нее избавиться. То есть, застревает вот, да? Да, да. Как заезженная поселка на одном и том же, на одном и том же. Хорошо. Еще что? Вот, значит, только вот такое застревание или есть какие-то и ритуальные действия? Вот ритуальных действий таковых не было, вот было в основном только вот подобное, да. То есть, у вас застревало, да? Ну, хорошо. Да. И как долго одна мысль может все время вас занимать? Она мешает, кстати? Она отвлекает вас от обычной жизни? То есть, она мешает вам заниматься, значит, задачами повседневной жизни? Ну, да. Ну, да, мешает. Мешает, да? Что? Пару примеров, как она может мешать. Ну, человек должен идти в школу, в школе он должен там слушать, потом он приходит домой, он должен готовить уроки и так далее, и так далее. Вот. А у него постоянно мысли. Я прочла, чего-то не поняла. То есть, вы не можете делать или выполнять задачи повседневной жизни, да? Да, да, я могу рассказать. Вот один день, когда это особо в острой форме было. Да. Я тогда, я тогда помню, это вот был именно какой-то вот такой срыв, и вот именно в этот день это впервые появилось, и в очень острой форме. А тогда я вот не поняла опять одну мысль, пошла в школу, и она постоянно находилась в моей голове, и я не могла, то есть, слушать уроки. То есть, вы не могли сконцентрироваться на уроках. То есть, вот эта мысль... Да, если я сконцентрируюсь, то эта мысль становилась еще как-то, еще более навязчивой. И когда, а когда я пыталась на нее обратить внимание, то она как будто убегала от меня. То есть, как бы, когда я пыталась, наоборот, подумать о ней, чтобы, допустим, как бы решить все и раз и навсегда, то, наоборот, не могла сконцентрироваться уже на ней. Понятно. Ну, это навязчивое. Это навязчивое мудрствование. Навязчивое мудрствование, понимаете? Это пусяк. Вот оно, значит, приобретало какой-то... Кстати, кстати, но вы-то понимали, что это ерунда, что это, ну, что это болезнь, что это... Или вы серьезно относились к этому? Да, да, я серьезно к нему учу. Хорошо, скажите, а какая еще симптоматика? Сон, настроение, радость жизни, значит, желание, там, скажем так, аппетит, вес тела, способность обучаться в школе. Вот, они не пострадали? Вот, интересы, да, пострадали. Вот, мотивации ничего не было делать. Какого-то живого желания такого уже не было ни к чему. Мотивация еще. В принципе, остальные характеристики были более-менее. Вес я как-то всегда был стабильный. Аппетит, он... Ну, я как-то не задумывалась об этом. Надо есть, я ем. Сон, в принципе, тоже был сохранен. Как-то я не могу пожаловаться. Скажите, а в школе... Да, да. А вы не похудели тогда? Нет, честно, нет. Не похудели. Хорошо, хорошо. А что в школе? Я вас перебил. Закончите, пожалуйста. А в школе, именно морально, находиться в школе годом, годом все становилось тяжелее и тяжелее. Почему? Почему? Почему, как вы думаете? Я не знаю. То ли вот это для меня, видимо, какой-то был стресс, и, видимо, то ли стрессоустойчивость падала. Что когда-то я, допустим, в начальных классах могла прийти со школы и чувствовала себя уже дома спокойно. Если потом я приходила со школы, то я все так же, как будто я находилась под этим давлением. Хорошо. Следующий вопрос. Скажите, значит, а кто вас... Вы маме говорили, родителям об этом? Да, говорила. И вот вообще я сейчас уже на индивидуальном обучаюсь, да. То есть вы уже... Понятно. Вы уже не можете обучаться. Это с какого? С девятого класса вас перевели на домашнее обучение, да? Да. Ну, по сути, на заочное. То есть вот когда в девятом классе я уже дотерпела до того, что какой-то даже взрыв случился, что вот у меня и появилась эта тревожная симптоматика, я уже поняла, что... Я даже не то, что не могу ходить в школу, но я чувствую, что от этого становится еще хуже. Поэтому я перестала. То есть девятого класса вы уже школу не посещали, да? Да. Скажите, а это обострение, оно в какой сезон? Это была осень, зима, весна, лето? Ну, это была осень. Это была... О, осень была, осень. Кстати, осень всегда на вас плохо действует? Ну, честно говоря, я не находила вот такой связи. Вы не находили такой связи. Хорошо, хорошо, хорошо. Скажите еще, какие симптомы? Скажите, а как вы... Что значит индивидуальное? Индивидуальное – это то, что вы не посещаете школу. Или нагрузки немножко меньше. То есть программа такая упрощенная. С программой я всегда хорошо справлялась. Я просто... Мне легче просто вот самой либо обучаться, либо с учителем вот так же по скайпу. Но так легче. Вот просто не быть в школе. Вот так легче. Понятно, понятно, понятно. Скажите, а что, общество нагружает? Люди вас нагружают, да? Вам тяжело, они забирают общение. Ну, даже не общение прямое, а пребывание в коллективе человеческом, оно вас нагружает и забирает у вас силы, напрягает вас, да? Напрягает точно, напрягает точно. Ну, раз напрягает, то и силы забирает. Скажите, а что, вы с одним учителем занимаетесь или с каждым учителем в отдельности по скайпу? Ну, знаете, иногда я прихожу в школу, это даже может быть раз в неделю. И там я тоже какие-то базовые предметы получаю. Ну, да. Но это же мало один раз. Кстати, а это... Оно у меня вот заочно, то есть я должна изучать сама и потом присылать к работе. А, понятно, понятно. Вначале вы должны, значит, а потом прийти, ну, как бы, экзамен маленький сдать, да? Да. Понятно. Да. Понятно, понятно. Скажите, а это не отразится на вашем аттестате зрелости? Это не помешает вам потом? Вы же планируете поступать в ВУЗ или нет? Ну, я сейчас еще вот... Меня больше волнуют ближайшие планы. Но, в принципе, если бы все было бы хорошо, я бы, конечно, хотела бы учиться. Понятно. Понятно. Хорошо. Хорошо. Значит, какая еще симптоматика? Все-таки, если так, знаете, в телеграфном стиле. Вот. Что самое страшное, что самое выраженное из ваших симптомов и постепенно по убывающей, перечислите мне, что вам мешает, что вас напрягает. Вот. Самое сильное, самое выраженное, и постепенно по нисходящей, по уменьшающейся до самого минимально мешающего. Перечислите. Ну, первое, то, что увлечение, в принципе, какие-то базовые вещи перестали и удовольствие приносить, каких-то эмоций и чувств. Понятно. Да. Потом это, конечно, какая-то мотивация что-то делать, какое-то желание что-то делать. Ну, честно говоря, вот с апатией, наверное, я справилась как-то сама. То есть апатия, она присутствует, она все равно как бы именно сама апатия осталась, но я как-то искусственно с ней пытаюсь справиться. То есть это не решает полностью проблему, но вот именно как-то помогает мне все равно, допустим, заниматься делами по распорядку или что-то, то есть переключаться нормально. А какими делами вы занимаетесь? Ну, вот в вашем возрасте. Я не упоминаю даже о вашем возрасте, я его знаю. Какими делами вы занимаетесь? Что входит в вашу обязанность? Школу вы не посещаете, значит, надо учиться дома. Там раз в неделю пойти, значит, отчитаться, сдать это с зачетом или экзаменом. Это не суть важна. А вот дома, чем вы занимаетесь? Ну, честно, вот никаких увлечений у меня сейчас нет. Ну, то есть я перестала ими заниматься, раз они мне больше ничего хорошего не приносят. В основном я делаю либо вот, ну, там, конечно, какие-то самообслуживания базовые вещи, учеба, я, в принципе, общаюсь, ну, через интернет с людьми. Тоже довольно много. И еще какие-то, просто какие-то выполняю методики, вот чтобы как бы себе помочь. Допустим, ну, медитация для меня это важно, мне это как-то помогает. Хорошо, медитация. Скажите, меня больше интересует другое. Вы что, в социальных сетях общаетесь с людьми? Да, да. Скажите, а у вас что, этого счетдауна нет? То есть вы можете выходить, вы можете вживую общаться с людьми? Или это запрещено из-за ковида? Ну, в принципе, можно, но с теми, с кем я общаюсь, они не рядом живут. Они не рядом живут. Хорошо, понятно. То есть это иногородние, ясно. Но вы охотно с ними общаетесь? Ну, в принципе, у меня, в принципе, снижен какой-то интерес. Ну, хорошо, а если нет интереса, какой же смысл общаться? Вот у меня не было бы интереса, я бы не общался, я бы не работал, я бы ни с кем не беседовал. Значит, вы что, заставляете себя общаться? И как вы общаетесь? Вот по каким темам, по каким интересам? Или это просто потому, что надо? Ну, как-то, не то, чтобы я прям себя принуждаю, но все-таки это как больше какая-то необходимость, чем именно желание. Но, в принципе, каких-то особых там проблем нет. Общаемся, как и на повседневной темы, можем какие-то обсуждать фильмы или что-то в этом лучшее. Вы знаете, я вам честно скажу, я не общаюсь в этих... Я опять же делаю поправку на возраст и так далее. Я не общаюсь. Я вообще не знаю, значит, какой целью общается в социальных сетях. Не знаю. Я вот не понимаю. Вот. Может быть, там просто пустое общение, и никто ничем не интересуется, а просто потому что модно. Но меня интересует, почему вы общаетесь. Потому что надо или потому что все-таки это в какой-то мере вас интересует? Ну, в какой-то мере, да, в какой-то очень, наверное, поверхностной, плоской, но все-таки есть она, наверное, да. А с кем вы общаетесь там? С лицами своего пола или с мальчиками? Да, как-то совсем, я не знаю, я не выделяла. А, там эти клички, логины, да? То есть вы там не знаете, кто, какого пола, да? Да. Понятно. Я опять повторяю, что я не знаю, как там, что там происходит в этих соцсетях. Понимаете? Не знаю. Я далек от этого. Хорошо. 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 Ну, в общем-то, конечно, ограничено. Скажите, а вы страдаете от всего этого? От всех ним дома хочу, да. Ну, конечно, от всего. От всего. Это молодая девочка, вот, не включается вживую, в школу не ходит, сидит, значит, дома и так далее, и так далее. Интереса нет, все блеклое, все серое, нет ярких красок, даже снег, он не такой белый, вот, как должен быть. Листва не такая зеленая, вот, особенно весной она, понимаете, это здоровое восприятие, вот. Вот, а все какое-то такое, в каком-то таком мрачном, сероватом, там, вот, краска, тоник, понимаете, вот, и так далее. Хорошо. Ладно. Это уже философия. Скажите, значит, вы обращались к психиатру, теперь ответьте мне на такой вопрос, а какой диагноз они вам выставили? Ну, больше сквозь тому, что это шизотипическое расстройство. Да, да, то есть шизофрения вам поставили, хорошо. А чем лечат? Ну, вот, последнее лечение, это была комбинация, вот, аланзепин, ламатрижин и дулокситин. То есть, дулокситин с аланзепином, понятно, понятно, хорошо. Скажите, а у вас что, у вас больше тревоги, вот, тревоги, страхов, вот такой, непоседливости, вот. Вот, или у вас больше апатия, абулии и ангидонии. То есть, что такое триа? Апатия, ничего не хочется, ангидония, это безрадостность, и абулия, это, ну, нет стимулов, нет вот того, чем бы заниматься. Вот, или тревоги. Все-таки, что преобладает в вашей? Вот, сейчас тревога меня почему-то вот не беспокоит. Она как-то так вышла, что уже прошла даже, не знаю, за лечение ли, но это уже, в принципе, давно ее нет. Ну, а чем ее залечили? Еще аланзепином, да, и дулокситином? А апатия? Ну, там еще и не. А апатия остается, остается апатия, вот эта, безрадостность. Ну, скажем так, мило, понимаете? Я вам скажу так, чтобы вы поняли. Вот. Вы девочка молодая, поэтому вы можете не понимать. Значит, есть плюс. Значит, тревога, это всегда плюс. Это плюс симптомы. Страх, вот, беспокойство, ой, что будет, и так далее, и так далее. А апатия, это когда все по барабану, когда ничего не интересует, ну, не в прямом смысле все по барабану, все снижено, ничего не радует, ничего не интересно. Я сама заторможена, меня, значит, я, понимаете, а там наоборот, а там противоположное, там наоборот. Боже мой, что со мной? Я умру, не умру? Значит, что со мной будет? Понимаете? То есть, при тревоге все-таки плюсовые симптомы, а при, скажем так, апатии, ангидонии, аабулии, это минус, то есть, заторможенность. Вот человек заторможен, минус, как будто бы какая-то часть его убрали, а там наоборот, прибавили ненормальную часть. Ну, значит, минус, минус. Минус, все-таки минус, правильно, правильно. Хорошо, доза аланзопина вечерняя какая? 10 миллиграмм. 10 миллиграмм. Доза дулоксетина? 60 миллиграмм. 60 миллиграмм. Ну, как вы на этой комбинации себя? Вы замечаете, что она работает или нет? Вообще нет. Но там есть еще ламатриджин с химией, 150 миллиграмм. Не понял. Ламатриджин, да? Ламатриджин. А с какой, а с какой целью ламатриджин? Если вам поставили шизотипическое, ну, скажем так, это мягко. Вообще, я вам скажу, этот диагноз я не люблю и его никогда никому не ставлю. Почему? Потому что уже лучше поставить шизоидную психопатию, чем ставить вот это шизотипическое расстройство. Потому что оно произвольное, понимаете? А, значит, оно одно, значит, шизотипический диагноз этого расстройства. Он хорош только одного. Если человек хочет получить инвалидность, вот. Значит, при таком диагнозе, если в клинике поставили такой диагноз, то могут подать вторую группу инвалидности. И вот и все, вот чем этот диагноз хорош. Во всем остальном он такой расплывчатый, он неясный, понимаете, и так далее, и так далее. Хорошо. Так. Значит, ламатриджин в какая доза? 50, да? 150. 150. А, 150, да. Значит, а вам не выставляли биполярное расстройство? Вот такой период был, когда, ну, тоже такой интересный момент. Это было еще в седьмом классе, когда вот я нашла какое-то увлечение, вот, которое мне подарило вот эту вот всю бурю эмоций. Это было вот именно следствием какой-то вот депрессии, что вот надо было найти какое-то увлечение, на котором бы это как-то, не знаю, как-то сорваться. И чтобы это, знаете, было похоже даже на как будто, я не знаю, не пила никогда наркотические препараты, но это было очень похоже на такое действие, что вот настолько сильная эйфория и настолько остро воспринимаются все краски и цвета, что вот это было, что мне кажется, это было что-то похожее. Подождите, так вам ставили гипоманию, да? Это похоже, да. Ну, да, было подозрение, но то есть точно никто не смог поставить. Ну, понятно точно, да, ну, поставили тоже, понимаете, уже бар, это хоть точный диагноз, а шизотипическое, это вообще черт знает что, понимаете, это такой произвольный диагноз. Это все зависит от доктора, любого человека можно сделать шизотипиком, любого, любого. Обязательно что-то найдешь и можно только, но это совсем не значит, что человек страдает шизофренией. Шизофренией. Хорошо. Я, например, больше, вот с самого начала, когда мы начали с вами беседу, я больше тянул на все-таки шизоидное расстройство. Шизоидное. Почему? Потому что смотрите, как идет. Интроверт, шизоидная психопатия, аспергеровский аутизм и следующее идет шизофрения. Вот такая градация. Самое легкое – это интровертированность, потом шизоидная психопатия, потом идет аутизм, чаще всего аспергеровского типа. А уже самое такое – это идет шизофрения. Вот и все. Вам аутизм не выставляли? Нет, никогда. Никогда не выставляли. Хорошо. Хорошо. Давайте мы теперь на этом остановимся пока, а, значит, пойдем в другом направлении. Откуда у вас все это? Значит, обычно душевные расстройства имеют три основных причины. Первая причина – это гены. Вот мы сейчас поговорим о генах. Вторая причина – это перенесенная травма головы. Значит, меня будут интересовать, естественно, травмы родовые. Вот. Это вы мне пару слов скажете, как мама вас рожала. Вот. И третья причина – это условия, в которых вы росли и развивались. То есть в семье. В школе я уже знаю приблизительно. Вот. А в семье я не знаю. Вот. Кстати, ваша мама – образованный человек? Ну да, достаточно. Ну, в смысле достаточно? Она имеет, понимаете, образованный, бывает самообразованный, а образованным считается, кончил высшее учебное заведение. Или мама не имеет? Я имею в виду, что именно заведение она закончила хорошее, да. Ну-ка, значит, мама образована. А кем мама работает? Только нигде, а кем? Бухгалтер. Не понял. Бухгалтер. А, бухгалтер? Бухгалтер. А, бухгалтер. Бухгалтер. Понятно. Скажите, родители у вас есть, и папа, и мама, братья, сестры есть? Родные? Папа есть, он с нами не живет, а есть еще брат родной. Родной. От этого же папы, да? Ну, нет. Одна мама, но разные отцы. Подождите, так это не родной. Это не родной. Родной – это вот как вы. Один папа, одна мама. Значит, брат, сестра – от этого же папы, от этого же мамы. Скажите, он здоров, этот брат ваш? Ну, сейчас да, но он лечился от депрессии. Он лечился от депрессии, а папы разные у вас, да? Да. Так, значит, получается, получается, значит, все-таки вот это очень важная такая деталь, что ген вы, скорее всего, от мамы получили. Да. Почему? Потому что если бы папы, значит, конечно, 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 ваш брат мог получить этот ген от своего папы. Ну, смотрите, вы страдаете, брат страдает, а папы разные, а папы разные, вот. А мама одна общая, значит, скорее всего, мама что-то вам передала, и что-то вашему брату передала, только ему поставили депрессию, вам под вопросом там бар, а теперь и шизотипическое расстройство. Хорошо, давайте вот что, давайте мы поговорим о генах. Значит, начнем с мамы. Что вам известно о душевном здоровье и особенностях поведения бабушки и дедушки по линии вашей мамы? Я знаю, что, ну, мамина отец, он часто выпивал, и в итоге, по-моему, умер как раз из-за этого. Молодым? Молодым? Ну, да, молодым. Ну, что значит, да, молодым? Сколько? 60, 40 лет? Ну, я вот просто точно не знаю, но мама еще была маленькая. Маленькая, маленькая, конечно, он был молодым, конечно, не 60 лет. То есть, значит, дед по линии мамы был алкоголиком, а как он умер? Он что, от несчастного случая по пьянке, да, погиб или как? Да, да, от несчастного случая. А что случилось? А что случилось? Поезд бил. А, поезд бил. Ну, конечно, по пьянке шел и все, все. Значит, он был алкоголиком. Вот, дед уже подозрительный. Кстати, мама не говорила, он пил запойно или пил постоянно. Или так, были случаи, когда он, значит, погружался в запой, а потом какой-то промежуток времени не пил. Ну, честно, я не знаю. Не знаете? Хорошо, хорошо. Бабушка была здорова и вообще, и остается в психическом плане? Ну, честно, она уже давно умерла. Подождите, она тоже умерла. В каком возрасте? Тоже молодой? Тоже молодой? Не прям молодой, но маме было лет 20, наверное. От чего? Подождите, от чего умерла бабушка? Просто здоровьем были проблемы, ну, почки были больные. Почки? От почек, все понятно. Так, кроме мамы, кроме мамы, у этого дедушки, который погиб там от несчастного случая, будучи в алкогольном опьянении, у бабушки, которая умерла от больных почек. Ну, вот, причем и он-то, и дед умер молодым, и бабушка умерла, потому что маме 20 лет. Естественно, что относительно молодая, еще жить и жить. Ну, вот. Еще были, кроме мамы, дети общие? Нет. Ну, а, ну, брат у мамы был. Ну, хорошо, значит, дядя. У вас дядя есть, да? По маминой лице? Ну, это родной? Это родной брат мамы или это такой, как у вас, брат? Разные папы? Родной. Родной? Нет, это точно родной. Родной? А, ну, но он тоже страдал алкоголизмом и из-за этого. Правильно, 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 правильно. Значит, дед, ваш дед, отец мамы и отец вашего дяди был алкоголиком, погиб. И дядя тоже пил, злоупотреблял алкоголем, умер, умер. В каком возрасте и по какой причине? Что, опять несчастный случай по пьянке? Нет, ну, вроде как, из-за того, что он пил, уже проблемы со здоровьем начались. И, по-моему, что-то с сердцем уже было. Ну, понятно. А сколько лет ему было? Маме сколько лет сейчас? Маме сейчас в 60, а умер он, ну, не знаю, может, лет 10 назад. Ну, так, значит, он был старше мамы или младше? Старше. Старше. Ну, хорошо, ну, было ему где-то 55 лет. Понятно. Тоже молодой. Значит, пил. Хорошо, следующий вопрос. Мама здорова в душевном плане? Ну, никогда она у психиатров не наблюдалась, но она очень импульсивная. То есть, очень импульсивная, да. Может, настроение у нее меняется постоянно. То есть, часто меняется настроение, да, у мамы? Да. Скажите. Хорошо, хорошо. А в чем оно, значит, по пустякам в связи с вами или только в связи, или в связи с другими лицами? Или только в связи с вами? Со всеми оно так. Со всеми, да. А в чем это происходит? Мама бывает агрессивная, вспыльчивая, может крикнуть, может сломать что-то, бросить, сломать, ударить. Да. Ну, да. И мама не лечится, да? Нет. Не лечится. Ну, хорошо, хорошо. Но вы видели, чтобы мама там валерьяночку иногда принимала, там, корвалов в детстве? Да, это было. Это было, это было. Хорошо, хорошо. Скажите, мама была дважды замужем, да? Да. Значит, брат ваш, сводный, это сводный брат называется, он младше вас или старше? Нет, старше, он намного старше. А, он старше, то есть это было в первом браке мамином, да? Да. А почему вам мама разошлась? Как вы думаете, это мамина вина была или, скажем так, значит, отца вашего брата? В чем вина? Он что, гулял или пил или как? Почему они разошлись? Ну, я точно не знаю все подробности, но в основном мама в отношениях всегда была какой-то, не знаю. Скрытой. Не то, чтобы эстетичной, но как-то на себя брала главную роль, и они никогда, она из этого мужья были, как бы, наоборот, противоположностью ее. И из-за этого они очень ссорились часто. То есть, они ссорились? Подождите, но кто был инициатором развода? Вы в курсе дела или нет? Мама или, значит, отец вашего брата покинул маму? Я не знаю. Вы не знаете. Хорошо. Хорошо. А что вам, значит, ну все как будто бы мы закончили. Значит, смотрите, дед по маминой линии страдал алкоголизмом, погиб молодым. Дядя страдал алкоголизмом, погиб тоже на почве алкоголизма относительно молодым. Мама импульсивная женщина, дважды была в браке, вот, импульсивная и так далее, и так далее. Все, с маминой линии закончили. Но один ребенок мамы болеет депрессией, это ваш брат. Значит, вы тоже болеете. Значит, минимум официально вам выставляет шизотипическое расстройство. Ну, не знаю, шизотипическое оно или нет. Ну, вот, может быть, и депрессивное то, что вы мне описываете. Ну, неважно. Вот. Это по маминой линии. Теперь давайте по папиной линии. В том же порядке. Бабушка, дедушка, дядя, тетя, папа. Что известно? Да. Бабушка, отца, я ничего не слышала. А вот, получается, дедушка покончил жизнь самоубийством. О-о-о. Он что, пил? Вот. О нем ничего не говорят такого. Но вроде как было с ним что-то не так совсем. Но когда такие вот отзывы я о нем слышала. Ну, я вам скажу. Я вам скажу. Будучи относительно молодым или уже в глубокой старости погончиком. Ну, вроде бы молодым. Молодым. Конечно, это депрессия. Это суицид чаще всего. Значит, он бывает на фоне алкоголизма. Но алкоголизм сам часто является следствием или последствием депрессии. Вот. Ну, суицид это, в общем-то, конечно, уже такой, скажем так, симптом, который не подлежит никаким сомнениям. Вот. Так. Хорошо. Кроме папы, у них еще были дети? Вот. У бабушки и у дедушки? Да. И вроде бы еще брат и сестра. Так. Но все... Скажите, дядя и тетя здоровы были в душевном плане? Да. Я ничего от них такого не слышала. Они живы? Они живы? Ну, вот брат отца умер недавно. Умер молодым умер или пожилым? От чего он умер? Я вот не слышала от чего, но просто, видимо, уже от старого, наверное. А сколько ему лет? А сколько папе лет? Ну, уже больше 60, я, честно, точно не запоминаю. Ну, хорошо, значит, ладно. Он умер от старости. Не пил дядя? Нет. Не пил? Не пил? Семья была у него, да? Да. Да. Дети были и так далее. Хорошо. А что, тетя? У тети тоже была семья, тоже, ну, не пила, и как-то других чего-то я такого не слышала. Не лечилась, не лечилась, да? Нет. Хорошо. Папа здоров? Ну, вот... Душевно, душевно. Папа, про папу говорят моего, что он очень прямый, и что вроде как мама даже отмечает, что, ну, что, наверное, она знает о моем диагнозе, и она говорит, что, возможно, это из-за него у меня такое шизотипическое расстройство. Подождите, давайте так, папа, что папа? Папа что? Особенности поведения, он работает, сколько лет папе, вы сказали, там, шестьдесят, за шестьдесят, вот, он работал, работает, кем работал, значит, живет один после развода с мамой и так далее, и так далее. В чем его странности, в чем его особенности? Он работал раньше таксистом, но сейчас он уже не работает, и тому же у него было уже много инсультов достаточно, и он, в принципе, сейчас... Проблема со здоровьем большая. Подождите, меня интересует проблема душевного здоровья. Вот у него были душевные, потому что, вы поймите, дед по отцу кончил жизнь суицидом, он носитель гена. Он носитель гена, это стопроцентно, это даже больше суицид, он перевешивает и алкоголизм. Потому что со стороны мамы дед алкоголик, бабушка, то есть бабушка этот дядя алкоголик, мама эмоциональная. Так вот, один дед со стороны отца, он стоит всех вместе, и дядя алкоголика, и деда алкоголика, и мамы эмоциональной нестабильной. Так вот, значит, у него было трое детей, у вашего деда по отцовской линии. Значит, папа, дядя и тетя. Дядя и тетя якобы здоровы, а вам даже объясняют... Что-что? Да, да, я просто... Они были здоровы, а вы мне проговорились, сказали, что якобы считают, что вы получили ген от отца. Значит, кто это говорит, что вы получили ген от отца? Поэтому я хотел узнать, чем же страдал папа? Какие особенности его поведения? Ну, он... Тоже были проблемы у него с алкоголем, но сейчас таких проблем нет. Ну, хорошо, и еще... Еще... Ну, это просто моя мама постоянно, они же были в ссоре, и, получается, моя мама так рассказывает, что... Подождите, подождите, это же важно, потому что вы же ничего не знаете об отце. Значит, мне важно мнение мамы, как мама характеризует вашего папу. Это очень важно. Мама характеризует, что... Именно мама как характеризует, да? Конечно, ну а кто? Вы же-то не можете характеризовать. Давайте как мама. Это же тоже информация. Она говорит, что он... Ну, она в основном выделяет именно то, что он такой упрямый, что, наверное, это... Ну, она считает, что это признак какой-то шизофрении или чего-то такого. Упрямый? Да. Нет, ну упрямый – это не признак шизофрении упрямый. Это может быть, вот. Хорошо, упрямый. Что еще? У него семья есть? Он женат второй раз? Он живет у бывшей жены, которая была до мамы. До того. Понятно. Значит, есть. Дети есть еще от того брака? Да. Да, есть. Так. Он, скажем так, прекратил пить, он живет, ну, нормально, ну, скажем, соответствующий своему возрасту. Странный, не странный, не буйный, не агрессивный, не лечится у психиатров. Нет. Я его навещаю, он, скорее, наоборот, очень одинокий, и ему, он постоянно жалуется именно на какое-то такое, что настроения у него нет, и что, в общем, жизнь у него закончилась. Вот постоянно во словах такое, какое-то пессимистическое. Ну, так он депрессивный. Он депрессивный. Значит, вы понимаете, понимаете, мне трудно сказать, с маминой стороны наследственность тоже скомпрометирована. Алкоголик, дед ваш, отец мамы, алкоголик погиб молодым от несчастья. Понимаете? Алкоголики настоящие, потому что многие выпивают, но настоящие алкоголики чаще всего погибают от несчастного случая, замерзают по пьянке зимой, тонут в реке, попадают под машину, потому что концентрации внимания нет. Ваш папа, то есть ваш дед попал под поезд, вот, значит, скажем так, там сгорают, потому что по пьянке курят, сигарета падает, он спит, и сгорают и так далее. Это типичный признак хронических алкоголиков, таких в запущенной форме, то есть они умирают не своей смертью, они умирают от несчастного случая. Дядя, алкоголик, тоже умер, мама, эмоционально нестабильная женщина, но не лечится, не обращается, справляется. Это со стороны мамы, со стороны мамы. Значит, вы болеете, естественно, и брат ваш лечился от, скажем так, вот, депрессии, но брат имеет другого папу, значит, общее у вас с братом, у вас с братом общее – это только мамины гены, потому что у вас один папа, вы могли получить гены от своего папы, а он, брат вас, мог получить гены от своего папы, вот. Но мы не знаем, и вы не знаете, здоров был его папа или нет, вот, и так далее. Вот, поэтому тут сложно. Теперь по папиной линии, по папиной линии дед покончил жизнь самоубийством, суицидом. Это явно, это абсолютно бесспорное доказательство, что он, конечно, страдал тяжелым душевным расстройством. Баба, значит, дядя и тетя как будто бы, значит, не получили ген, ну, может быть, получили ген, там, от бабушки или этот ген, который от вашего деда, он неактивный. Папа, мама говорит, что он, скажем так, такой упрямый. А вы сказали, что, несмотря на все это, он чувствует себя одиноким, он не нашел себя в этом мире, он чувствует, значит, что жизнь кончилась, настроение тяжелое, значит, похоже, что и ваш дед по отцу, и ваш папа, в общем-то, естественно, и что папа тоже страдает чем-то наподобие депрессии. Другое дело, что он не лечится, в молодости лечился алкоголем от депрессии, скорее всего. Вот, сейчас он прекратил, но сейчас у него такое депрессивное, подавленное, безрадостное состояние и настроение, несмотря на то, что он живет все-таки с женой своей и так далее. Поэтому, конечно, у вас компроментация идет как по маминой линии, так и по отцовской линии. От кого больше вы получили, трудно сказать, но вы могли и от отца получить только, вы могли и от мамы только, а вы могли и от мамы получить, поскольку и там есть, и от папы получить, поскольку суицид мы никуда деть не можем. Значит, с этим мы закончили. Значит, гены у вас присутствуют и с той, и с этой стороны. Значит, какой из них получили вы, я, конечно, сказать точно не могу. Но то, что вы получили, какой-то болезненный ген, это 100% для меня, потому что это у вас детство идет, и в садике уже были проблемы без проблем, то есть проблемы без проблем и так далее, и все последующее, и все последующее и так далее. Кстати, вот, значит, прежде чем мы продолжим о причинах, вот, я бы хотел бы вот что уточнить. Скажите, а когда вы писали это сочинение, там вы помните, мы мне говорили, что учительница сказала, что это не похоже на вас. Может быть, вы в тот момент находились в каком-то приподнятом настроении, маниакальном, а? Нет, это скорее какой-то был именно психологический конфликт, что я, меня уже саму раздражало, то, что я не могу не волноваться перед людьми, и они меня, как бы, воспринимают уже совсем другим человеком. И я как-то, наоборот, даже хотела, чтобы вот меня узнали совсем с другой стороны. Вот как-то такое у меня было желание. Ну, подождите, но все-таки что там было необычного в этом сочинении? Почему до этого никто на вас не обращал внимания? Вы молча страдали, что вы не понимаете людей, люди не понимают вас. Вот. А тут, а тут вы написали сочинение, и там класс был 20-30 человек, и всех сочинений, там и отличники были, и так далее, и так далее. Значит, учительница обратила внимание на ваше сочинение, говорила, это не похоже на тебя. Понимаете, не похоже на тебя. Да и вы сами говорите. А самое главное – это реакция школьников. Если она действительно была, если вы не придумали. Может быть, это у вас было такое представление, что они реагируют. Вот. Понимаете? Значит, что это за состояние было, что вы так красочно, так ярко написали сочинение, на которое обратила внимание учительница? Что это необычно? Вы обычно так не писали. Значит, что-то там было такое с ног щебательное, что она его зачитала как пример, и так далее, и так далее. Может быть, вы в этот момент находились действительно в таком припомнике? Вы знаете, биполярным расстройством очень часто страдают композиторы, очень часто страдают писатели, поэты. И вот когда они находятся в депрессии, они ничего не пишут, не идёт. А вот когда они погружаются в гипоманию или манию, вот тут у них и музыка звучит, и стихи идут, это слог, рифма идёт, и композитор начинает, значит, писать, так сказали, и писатель начинает, то есть как бы второе дыхание. Почему? Да, у меня такое действительно было, но я не уверена, что в этот момент, но такой период действительно был в жизни, в котором вот вы описали, что всё настолько просто даётся, потому что вдохновения очень много и прочее. Ну, так я вам больше что хочу сказать, значит, понимаете, я не вижу в вашем родстве, в общем-то, людей, которые тянут на шизофрению. Вот не вижу. Ни со стороны отца, ни со стороны мамы. Значит, со стороны там мамы того вообще непонятно, там какая-то эмоциональная. Со стороны отца там чётко прослеживается депрессуха. Понимаете? Знаете, суицид депрессивный у деда, папа уже всё одинокий, ничего не радует и так далее, и так далее, и тому подобное. Вот. Поэтому, а со стороны мамы алкоголизм идёт. Алкоголизм очень часто присутствует и при депрессии, и при биполярном расстройстве. Правда, при биполярных расстройствах там больше присутствует запойное пьянство, депсомания. То есть, человек, кто пьёт, вот когда он в депрессии, он пьёт. Потом, когда он входит в нормальное или гипоманиакальное состояние, он не пьёт. Он полной активности и так далее, и так далее. Понимаете? Я вот не хотел бы вам выставить. Это, конечно, моё мнение. Его никуда вы приклеить не сможете, приложить не сможете, потому что официальный вам диагноз поставили уже. Это шизотипическое расстройство. Ф-21 и какая там, десятая? Четыре? Сейчас я не помню. Я не уточняла. Вы не уточняли. Хорошо. Потому что Ф-21 шизотипическое – это вяло текущая шизофрения. А всё-таки наличие вот этого всплеска. Понимаете? То есть, вы писали раньше обычные стандартные, скажем так, сочинения. А вдруг в девятом классе или в восьмом классе вы написали яркое сочинение. Значит, всё-таки с учётом, с учётом вот этой, скажем так, подозрения моего на биполярность, можно расценить, что вы в тот момент находились в таком, ну, скажем так, как минимум гипоманиакальном, в таком приподнятом и творческое приподнятое. И вы написали такую? Почему? Вот я раньше не понимал, вы говорили, учительница сказала, что это нетипично, она не верила. То есть, почему? Что вы были стандартные, писали стандартно, как все, а тут вы написали такое сочинение, причём там раскритиковали, то есть, оно было богатеющее, оно было живое, оно было аффективное, оно было, скажем так, эмоциональное, что учительница обратила внимание. Вот. А если бы оно было написано, как я, как писал, скатывал с этого, с учебника, так поймите, никто на него и внимания не обратил. Лишь бы было грамотно, тебе поставили там четвёрку или пятёрку и всё, на этом конец. А ваше сочинение обратило внимание. Более того, не только учительницы, но и даже на него отреагировали эти ученики ваши, соученики. И, значит, там вы что-то такое сделали, что затронуло и их эмоциональное, поэтому они как бы и стали к вам относиться. Значит, это для меня свидетельство того, что в данный момент вы не находились в депрессии, вы не находились, значит, когда эмоциональная сфера тусклая, вот как сейчас, а что вы находились наоборот при поднятом состоянии. Это первое. Второе. Вы мне сейчас сказали, что у вас иногда бывали такие состояния, когда легко думать было. Да? Правильно? Ну, подобное, да. Это был, правда, вот такой прям эпизод. Это был он очень долгий. И я помню только один. И, возможно, сочинение было где-то в этот эпизод написано. Там было действительно такое какое-то влечение. Я увлеклась фильмами тогда. И вот это какой-то такой момент, который прям кардинально изменил в моей жизни, что я до этого не чувствовала ничего. А тут стала ощущать очень много ярких эмоций. Правильно, правильно, умничка. Более того, я вам хочу сказать, что вот то, что вам добавили ламатриджейн, это тоже признак того, что все-таки лечащий врач. Несмотря на то... А вы где лежали? В психиатрическом стационаре? Где вам выставили это? Шизотипическое. Ну, вот просто муниципальный врач, я просто, когда наблюдаешься на него... Ну, это точно не психиатрическая больница? Я не знаю, как это называется. Ну, ПНД. ПНД. Это называется ПНД. Психонервологический диспансер. Скажите, так вы лежали в стационаре, или он вам амбулаторно выставил это? Амбулаторно. Ну, амбулаторно, это, знаете, да, значит, такой диагноз выставляется и должен выставляться только в стационаре. Но меня интересует другое. Вы помните, я выразил удивление. Если вам поставили шизотипическое, дают аланзапин, антипсихотик, дают, кстати, и антидепрессант, еще и норматимик, то, в общем-то, вы получаете триаду, ламатриджин, дулоксетин и аланзапин, которые обычно лечат не шизофрению, а лечат биполярное аффективное расстройство. Вот в чем вся проблема. Я больше, я все-таки больше склоняюсь не... Сейчас вы находитесь в депрессии. Дело в очном, что при баре, при баре, пациент находится в подавляющем большинстве случаев в депрессухе, депрессии. А вот эти всплески, всплески, они редки. Вот они были в восьмом классе. Я уверен, это очень похоже на этот всплеск. Понимаете, действительно. До этого все было так тускло как-то, стандартно. А тут так написали, что все обратили внимание. То есть, понимаете, ваше сочинение попало даже на эмоциональную сферу шкалеров, тупых шкалеров. Ну, что такое шкалер? Чем он там занимается? Понимаете, даже за дело их какие-то... Значит, естественно, что вы находились в каком-то приподнем. А это что может быть? Это, конечно, гипомания или мания. Вот фильмы меня как раз увлеклась где-то в восьмом классе. И это, правда, длилось очень долго. Это было почти что год. И вот все это время, как бы, мне постепенно становилось хуже. Но вот именно вот это вот увлечение, вот эта эйфория длилась примерно год. Правильно, правильно. Нелеченая. Вы же не лечились. Вы же не лечились. А почему? А вот теперь стоп, стоп. Пациентин инкогнито. По-немецки пациентин. Пациентка инкогнито. Вы поймите, в депрессии человек чувствует себя плохо. А в гипомании и мании он чувствует себя великолепно. И поверьте мне, что тогда, когда год это длилось, вы чувствовали себя более нормально. Правильно или нет? Да. Правильно. А потом в депрессии... А сейчас вы в депрессии, поэтому вы... То есть, я вам категорично снимаю щезотипическое расстройство. Снимаю. Не похоже, не тянет. Для того, чтобы вам поставить щезотипическое, надо в стационар лечь. Я вам все-таки ставлю бар. 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 Вот. И не знаю, конечно, по какой линии вы ее получили. То ли от папы, то ли, значит, от мамы. Не знаю. Но это не имеет уже значения, понимаете? Бывают такие случаи, трудно. Но я могу вам сказать, там алкоголизм по маминой линии, по папе на линии суицид. Папа тоже в депрессии, вот, и так далее, и так далее. Папа пил там, вот. Значит, диагноз, диагноз я вам меняю. Я вам все-таки считаю, что вы страдаете биполярным аффективным расстройством. Кстати, кстати, скорее всего, бар-2. То есть у вас не было мании, у вас была гипомания, вот. Или у вас была мания. Во время мании вы не были в тот период раздражительной такой, агрессивной, а? Нет, нет. Но эйфория действительно была очень сильной. Я даже не думаю, что сильнее возможно. А в чем она проявлялась, эта эйфория? То есть то, что я, допустим, смотрела какие-то фильмы, они были настолько, я не знаю, настолько и красочными. Прямо даже вот если посмотреть на какой-то цвет, можно даже почувствовать, что вот он прям, не знаю, как будто глаза прожигает настолько он яркий. Правильно, правильно. Восторженность была у вас, ощущение, что вы очень много можете. Вот эта застенчивость, вот это, скажем так, вот это ощущение в общении, она не уменьшилась? Вас наоборот не начинало тянуть общаться с людьми? Вот, честно говоря, все равно какие-то вот такие вещи остались. И, допустим, какой-то, в принципе, я не могу сказать, что я всегда чувствовала эйфорию, только при каких-то определенных условиях. Мне это тоже как-то вызывают сомнения большие. Вы понимаете, вы сомнения, сомнения. Бывают смешанные формы. Бывают смешанные формы бар, когда присутствует и депрессия, и, скажем так, гипоманиакальные эти, скажем, настроения. Бывает быстрая смена фаз, репециклинг, когда, значит, депрессия сменяется вот этим вот. Но я вам хочу сказать, что очень и очень похоже, что тогда, в восьмом классе, год, вы находились в основном в состоянии эмоциональной преподносности, то есть в гипомании. И вот это теперь мне стало понятно, я вначале не понимал, я вначале думал о другом. И, естественно, вот этот, скажем так, вот то, что вы мне рассказали про это сочинение, это классический образчик. Вот теперь, теперь уже после того, как я уже имею, значит, информацию о вас более подробную, я это рассматриваю, конечно, как произведение, как продукт гипомании. Как у этого, например, поэта, который, находясь в депрессии, ничего не пишет, он говорит, нет вдохновления. Понимаете? Вот он, значит, обычно, это очень часто вот среди поэтов, писателей, богемы, композиторов и так далее, и так далее. А как только они впадают в это маниакальное состояние, вот у них идет, значит, появляется вдохновение, да, муза появляется, и они начинают творить. Вот и все, вот приблизительно по этому образцу и у вас было, и год вы ощущали, это было все-таки не то состояние, какое обычно типично для вас. Так или нет? Да, да. Потому что для вас типично вот то, что сейчас, вот то, что сейчас, оно типично, вот, я не могу идти в школу, я должна сидеть с этим и так далее, и так далее. В общем, в плане диагноза я вам его, я снимаю вам, естественно, я вам снимаю, я вам прямо говорю, с моей точки зрения вы страдаете биполярным аффективным расстройством, думаю, второго типа, не первого. Потому что мании не было, все-таки при мании там человек ведет себя неадекватно, просто неадекватно. А при гипомании он полу, полу, то есть появляются, значит, ощущения, эмоции, которые нетипичны для вас. Вот, то есть вы сами понимаете, вот, боже мой, смотри, я смотрю фильмы, как я его ярко ощущаю, то есть реакции такие. А при мании это психоз, это настоящий тяжелый психоз. Там человек тратит деньги, там человек, значит, за него идеи там наполеоновского типа, плана, размеров, идеи фикс, там общительность, там идет ненормальное поведение, злоупотребление алкоголем, наркотиками и так далее, и так далее. Кстати, а вы не употребляли наркотики? Нет. Нет. Алкоголь? Нет. Нет. Именно мания, ой, гипомания была похожа на какое-то действие наркотиков, хотя не знаю, какое у них действие, но как люди это описывают, то это очень похоже. Правильно. А вы знаете, что такое мания? Мания это полно, гипомания полно, допамина, допамина полно, гормона счастья, его супер, правильно, а кто такое экстази? А что такое эти, значит, психостимуляторы? Они вызывают манию, здоровый человек, не страдающий биполярным расстройством, приняв экстази, приняв этот амфетамин, он и погружает себя, коротко, он хохочет, орет, он возбужденный. Кстати, в тот период, когда вы, значит, написали это сочинение и так далее, вы не заметили, что у вас потребность в сне немножко уменьшилась? Вот такого не было, нет. Без потери, без потери энергии. Ну, вот такого вот не было, я спала как обычно, да, вот и энергии не было, вот была какая-то вдохновленность, эйфория в каких-то вещах, но энергии такой я не чувствовала. Ну, хорошо, в общем-то, в общем-то, я считаю, что нет у вас никакого шизотипического, потому что я в родне не увидел этого, вот, и так далее, и так далее, вот. Значит, сейчас мы еще кое о чем поговорим, вот, продолжим. Я считаю, что все-таки в ваш случае это бар, бар-2, вот. Вот, на будущее, если будете посещать каких-то врачей, обязательно скажите. Более того, сюда же льет воду на мельнице этого диагноза и то, что ваш доктор добавил вам сколько? 100 или 150 миллиграмм ламатриджина при шизофрении не дают, не дают нормотемики, там дают антипсихотики. А вам, а вам дают и антипсихотики, и антидепрессант, и еще и нормотемик стабилизаторный, это триада. Вот этой триадой лечат биполярное аффективное расстройство. Хорошо, давайте мы опять вернемся к причинам. Скажите, мама вас нормально рожала? Ну, там были какие-то проблемы. Во-первых, у меня была родовая травма, и там тоже с родами тоже какие-то были, не знаю, ну, проблемы, да. А какая родовая травма? Обвитие пуповиной или как? А, черепно-мозговая прям. Я понимаю, а в чем она? Вас что, тянули щипцами или как? А, ну, там вообще такие разные теории, что кто-то говорит, что меня в ванной уронили. Кто-то говорит, что это вот прям при родах было. Не, подожди, ну, что в ванной уронили? Да это ерунда, в родах. Мама, мама говорила, что вы, что тяжелые роды были, вас взяли на учет после родов? Да, да. Все? Значит, у вас была родовая, вот вам второй. Кстати, родовая травма могла, могла тоже сказаться, это вторая причина. Вы перенесли родовую травму. Значит, раз вас взяли на учет, вы плакали, да, вот, в детстве, когда маленькая совсем. Да, там вроде как даже отмечали какую-то судорожную готовность. Да, 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 да. Все, вот вам, вот вам вторая причина. Первая причина, гены есть, налицо с двух сторон. Вторая причина, перенесенная родовая травма. Кстати, вы делали МРТ головы? Ну, делали, но каких-то особых там проблем не было. Ну, и слава Богу, значит, все МРТ не показало никакой патологии, но все-таки травма родовая была головы, вот, и вас даже взяли на учет. Вы были у невропатолога стояли, да, на учете? Да, да, долгое годы. А по Акбару, по Акбару, сколько вам дали этих вот баллов? Ну, там, когда человек рожается, есть кала такая, Акбар, и там, значит, да, сколько? Ну, там, я не помню, но хороший был показатель, в этом проблем не было. Удивительно, а как же так, если травма была родовая? Ладно, хорошо. Да, да. То есть, вроде как я была нормального веса и прочих таких характеристик, а вроде как эту травму даже не сразу обнаружили. Понятно, понятно. Ну, хорошо, ладно. Хватит и одной наследственности, а если травма-то, это еще хороший такой дополнительный довесок. Так, теперь следующий вопрос. Вы, когда родители разошлись, когда вы перестали видеть в семье дома отца? В каком возрасте? Это еще было до моего рождения, до моего рождения. А, то есть, то есть, вас воспитывал, кто вас воспитывал вообще-то, по идее? Ну, только мать. Только мать. Как мама вас воспитывала? Как вы считаете? Ну, мама говорит, что так как вот из-за этого всего, что я отец ее не то, что бросил, а постоянно трекировал и, в общем, заставлял делать аборт. А, вроде, она говорит, что из-за этого как бы с психикой у нее как бы не проснулась, но Анатолия напряженная, ну, все равно какой-то отпечаток на ней оставила. И она довольно часто меня ругала в детстве. Такое было, что я даже ее боялась. Вы даже... А мама вас наказывала? Да, наказывала. Физически или морально? Ну, и такое-такое бывало. Ну, хорошо. Жестоко мама наказывала физически? Или нормально, там, по попке похлопала, там, и так далее? Или, знаете, есть такие средневековые пытки ставить на гречку, ставить на горох на колени? Такое, там, шланг? В норме. Когда она обычно злилась, то вот до таких каких-то на кого-нибудь не доходило. Но было пару случаев, когда я сильно разозлила, и тогда она была настолько не в себе, что даже сделала самое того, чего она не хотела делать вообще. Ну, например, ну, что она сделала? А, ну, вот как-то, ну, как-то я, в общем, съела мороженое, хотя мне нельзя было есть мороженое. Таня от нее. И она настолько разозлилась, что, ну, она сказала, ты хочешь, чтобы ты заболела, и тебе делали уколы. И она сама взяла укол и начала, то есть, ну, сняла штаны, начала мне прям тыкать ее, прям, какой-то была она настолько в агрессии какой-то. Подождите, стоп, стоп, я прослушал, не понял, чем она, что она начала делать? Она взяла уколы, и, по сути, как бы ноги мне... Да не укол, а шприц, шприц взяла с иглой. Да, 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 то есть она, как бы, такие ранения небольшие нанесла, то есть... Боже мой, а вы знаете, а я вот думаю вот что, что вот у мамы прообраз, вот эта эмоциональная нестабильность, вот эта эмоциональность, что все-таки... Вот сейчас я подумал, там, конечно, суицид деда – это хорошая вещь, это хороший довесок. Но все-таки вот по вот этим переменчивости настроений, чем характеризуется бар? Бар характеризуется тем, что человек в депрессии, а потом ему совсем плохо, он малоактивный, а потом он восторжен и в маниакальном состоянии. Так вот у мамы все-таки вот эта эмоциональность, вы понимаете? Смотрите, ребенок съел мороженое – это что, адекватная реакция? Ну, сказать, ты маленький, ты не понимаешь, у тебя будет ангина и так далее. А схватить шприц и начать колоть? Куда она вас колола? Ну, так это же сумасшествие, это же потеря контроля, это же потеря контроля. Ну, как это ребенка колоть иглой? А почему у мамы были шприцы дома? Ну, они у нас вообще всегда полежат. Мама сама иногда себе делает уколы какие-то, я не знаю, с чем-то. Просто с обычным здоровым связано. Подождите, стоп, 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 я опять плохо расслышал. Мама себе делает инъекции? Да, да. А что она вкалывает себе? Я, честно, не знаю. Я не спрашивала, но это явно не с психическим здоровьем, конечно. Но что, я не знаю. Подождите, что мама вкалывает себе? Наркотики или что? О, нет, это какие-то лекарства. Лекарства, которые ей назначают. Подождите, а кто ей назначает лекарства? Психиатр или кто? Нет, не психиатр вроде как, с чем-то другим связано. А, понятно. Так что, это с молодости прямо? Мама вас в каком возрасте своем родила? В 40 лет. Это вот немножко поздно родила. Значит, уже в 40 лет она колола себя инъекции, витамины, наверное, там, да? Отчего мама лечится? Отчего? Кого она посещает? Терапевта, хирурга, гастроэнтеролога, гинеколога? Кого она? Значит, кто ее лечащий врач? Вот сейчас она, честно, не делает никакие уколы, но у нее просто бывает какая-то необходимость, когда в этом у нас всегда шприцы лежат. Ну, сейчас у нее какие-то подозрения, ну, если со здоровьем, то какие-то подозрения вообще на онкологию? Вот такое есть. На онкологию. Но онкология – это не наша отрасль. Вот. Ну, хорошо. Почему я так прицельно спрашиваю? Потому что я хочу знать, отчего же мама лечила? Чего мама болела? Во время, значит, там, 42-43 года, еще относительно молодая, отчего она уколы делала. Ну, хорошо, ладно. Так, скажите, вот представьте себе, что вы родили дочь. Ну, когда-то же вы родите, там, дочь или сына. Или вы уже не верите в то, что вы сможете стать сами мамой? А? Как? Ну, кажется, сомнения большие. Сомнения большие. Сомнения большие. Не надо, не надо сомневаться. Все будет. Шизофрении у вас нет. Все будет. Вот. Так вот. Это такой провокационный вопрос. Вы бы хотели бы вот своей дочери, которая якобы сегодня у вас родилась, это фантазия, так? Такое детство, как у вас. Одним словом, да или нет. Ну, наверное, нет. Тогда или нет? Ну, нет. Ну, то есть я, в принципе, была счастливым ребенком, но отношения с матерью были проблемы. Подождите, вы были счастливы? Папы? Нет. Мама эмоционально нестабильная. Мама неуравновешенная дама. То она, значит, там гладит, то она целует вас, то она орет, кричит, то колет вас этим. Понимаете? Так что, и вы бы хотели, чтобы вашему ребенку, чтобы он рос без папы, чтобы мама у него, значит, была вот такая же, да? Ну, я как-то с мамой пыталась не связаться, я как-то находила друзей там во дворе, мне как-то проводило время с ними, в принципе, хорошо, я как-то пыталась от этого абстрагироваться и все. И как-то у меня это получалось. Хорошо. Следующий вопрос. Все ясно. Скажите, а теперь следующий вопрос. Когда впервые у вас появилась депрессия? Манию первый раз мы уже выяснили, это был вот восьмой класс. Восьмой класс это был первый эпизод маниакальный или гипоманиакальный. А вот депрессия, вот эта навязчивость и вот это, это в каком возрасте было? Появилась это вот в пятом классе, вот лет в одиннадцать. Вот навязчивости не было долго, они появились уже потом только в девятом классе. Ну, хорошо. Хорошо. Значит, ну, я думаю, что мы разобрались с вами. Я разобрался, я доволен. Потому что вначале я не понимал. Вначале я вообще думал, что может быть у вас шизоидное расстройство вначале. Но оно не оказалось. Но вначале я этого, я даже испытывал затруднения диагностические. Я не понимал, значит, вот значение вот этого сочинения. Оно сыграло ключевую роль, кстати. Вот. Вот это сочинение, оно сыграло ключевую роль. Но, слава Богу, узнавая все это, всю эту информацию, я вам опять ставлю. Я вам, значит, я не могу снять, конечно, этот диагноз, потому что я его не ставил. Но я вам хочу сказать, я считаю, что нет у вас никакого шизотипического расстройства. А у вас есть барбар, это, конечно, тоже тяжелое заболевание, но оно намного лучше, чем шизотипическое. И я вам сейчас объясню, почему. Потому что шизотипическое рано или поздно кончится деменцией, слабоумием. Любая шизофрения кончается рано или поздно слабоумием. При биполярном расстройстве этого не происходит. Не происходит. Там что происходит? Когда человек депрессия, он подавлен, вот как сейчас. Вот вы не можете, вам сложно общаться, вы в школу не ходите и так далее, и так далее. Все это, как вы правильно сказали, эмоциональный фон снижен, все в каком-то таком сером, припорошенном виде. Вот. Это депрессия. А, естественно, в этот момент вам и сложно и учиться, и общаться. В мании, в мании вы находитесь в приподнятом настроении, вы чувствуете себя чуть ли не, значит, полубогом вам. Вы все можете, у вас проявляется творчество, вы написали такое сочинение. А теперь я, я теперь понял. Вы помните, я думаю, как это, значит, учительница говорит, это не ты написала. То есть, потому что она вас знала в депрессии, она вас знала там в обычном состоянии. А тут вы блистали, понимаете? То есть, проявился литературный талант какой-то. На самом деле, это действительно, это была гипомания или мания. И действительно, вы так писали, что она была, с одной стороны, поражена, с другой стороны, она не верила, что это вы. Она думала, вам кто-то написал. А третий момент – это то, что это чтение, чтение этого вашего сочинения нашло отклик в сердцах и душах ваших одноклассников. Значит, это такие действительно сочинения, не то, которое я писал. У меня даже и не сочинение переписано, там сухо, скучно, там, значит, прочти мое сочинение и никакого отклика не будет. А вы писали, вот, находясь в этом состоянии, в этом приподнятом эмоциональном настроении, значит, состоянии. И вы так написали, что даже эти шкалеры ваши, одноклассники, они отреагировали. Вот в чем дело. Это, конечно, ключевой, это ключевой момент, скажем так, того, что вы находились в маниакальном состоянии. Вы мне потом сказали, в течение года я находилась. Правильно. Потому что вам не лечили этого. До того, где-то в 11 лет, вы начали уже страдать депрессией. То есть, у вас бар дебютировал с депрессией. В восьмом классе, значит, впервые на фоне депрессии появилась мания. Сейчас вы опять находитесь в депрессии. Когда вы находились еще там манией, это уже меня не интересует. Неважно. То есть, более того, я снимаю вам шизотипическое, потому что у вас нет симптоматики. Вы мне все время говорили. Все время говорили о том, что у меня потеря интереса. У меня все какое-то эмоционально такое бледное, неподвижное. Это, конечно, депрессивный. Это депрессивный признак. А вот когда вы написали это, скажем так, сочинение, вы находились не в депрессии. Вы находили, все блистало, все играло красками. Все, значит, находило проникновение, проникало в душу и учительницы, и даже этих школьников. Вот в чем все дело. Поэтому, а что еще дополнительно? Во-первых, я не вижу у вас никаких эмоциональных снижений. Потому что, если ставить вам шизотипическое, то оно началось еще, когда вы ходили в садик. Вы понимаете? За эти годы вы бы уже снизились интеллектуально. А у вас хороший интеллект. Вы прекрасны, мне все говорят. Вы, конечно, немножко застенчивая, скромная. Это другое дело. Но интеллект у вас абсолютно сохранен. Когнитивные функции у вас великолепные. И еще одно подтверждение. Вы помните, я вас спрашивал, почему они вам поставили шизотипическое рассосе, назначили ламатриджин? Значит, врач сам видит. Он сам видит. Вы с ним потом поговорите. Вы ему скажите, что я консультировалась с одним доктором. И он мне выставил бар. Бар-2. Почему? Потому что все-таки 150 миллиграмм при шизотип... Вообще, в шизотипическое, конечно, в основном лечат антипсихотик. Это вялотекущая шизофрения. Но вам добавили еще и антидепрессант. Значит, бывает, что шизотипическое мы иногда используем и антидепрессант. Но при шизотипическое мы никогда не используем нормотимики. Нормотимики используются только при биполярном расстройстве. Вот вам и все. Вот вам и вердикт диагностический. Вот вам и диагностическое заключение. Никакого шизотипического я у вас не нахожу. Я у вас нахожу биполярное расстройство. Значит, лечение в принципе правильное. Лечение в принципе правильное. Может быть, есть смысл вам просто немножко уменьшить аланзапин. Не 10 миллиграмм, а 5. Дальше. Может быть, есть смысл попробовать увеличить... Вы пьете дулоксетин какой? Дулоксента или канон? Дулоксент. Дулоксент. Как? Дулоксента. Ну, это хорватский, да, препарат? Ну, видимо, да. Ну, не знаю. Значит, может быть, немножко, чтобы еще активировать, потому что вы сейчас в депрессии находитесь. Ну, и может быть, даже добавить ламатриджин, дозу ламатриджина и до 200. Потому что ламатриджин – это ваша основная. В принципе, вам можно было и вместо ламатриджина и литий попробовать. Вот. Но для этого, конечно... Я хотела поговорить о лечении. А именно медикаментозном. Я, если вкратце рассказывать, то как-то один раз в ремиссию мне даже удалось на одном антидепрессанте выйти. Это было давно. А потом мне как-то еще начали лечение менять, и мне снова хуже стало. А вот с тех пор уже очень долго я не могу никак выйти в ремиссию. А это типично. А это типично. А это типично. Это типично, что при баре депрессия терапия резистентная. Терапия резистентная. Скажите, когда последний раз вы были в возбужденном состоянии, маниакальном? Когда? Вот тогда... Возможно, с восьмого класса меня больше не мучило. Больше не было, да. А в основном депрессия, да, после этого была? Да. Да. Ну, да. Значит, я опять повторю. Я все правильно понял, поэтому я уже и не, скажем так, не акцентировал внимание, там, что вам назначали, диагноз ясен, лечат вас, по сути дела, ваш доктор лечащего, который назначил вам последнюю схему, он вас лечит как больную бар. Как больную бар. Единственное, что я думаю, может быть, немножко уменьшить этот вот аланзапин, потому что он сам может депрессию немножко увеличить. А вот если мания, там надо, конечно, аланзапин. Значит, так, если мания будет, вот то, что было в восьмом классе, там надо отменять долоксетин, и там надо увеличивать до 15, может быть, и 20 миллиграмм этот вот аланзапин. А вот ламатричин у вас должен быть и в депрессии, и в мании. Причем я считаю, что дозу, дозу ламатричина вам надо повысить, ну, при хорошей переносимости. Вы ее хорошо переносите? Да. Ну вот, значит, попробовать. Почему? 150 – это не так много. Надо попробовать. Вы даже можете до 300, это максимум, до 300 миллиграмм. Ну, попробуйте вначале 200, посмотреть, как, потом через месяц, может быть, 250, потом посмотреть, как, и даже попробовать 300, а потом сравнить. 300, 250, 200, 150. На какой вам дозе ламатричина будет лечена? Я могу рассказать вот эти события, вот именно, что происходили недавно про лечение? Давайте, рассказывайте, конечно. Да. Вот с тех пор, как на одном антидепрессанте, у меня уже больше никогда не получалось. Эти временции, то есть потом антидепрессанты не действовали на меня стабильно, мне становилось только ненадолго лучше. А я потом принимала только вот с аланзапином антидепрессант, но это тоже продлилось недолго. То есть аланзапин вот ненадолго, наверное, активировал антидепрессант, но это тоже длилось не больше недели. А вот самое лучшее лечение-то было решением добавить ламатричин. Тогда я пила только долоксидин, и вот именно добавление ламатричина мне многое, намного лучше, улучшило мое состояние. Но вот месяц было вроде бы неплохо, но вот сейчас что-то опять мне становится хуже, и я вроде уже и повышала дозировку, но всё равно это как-то никак не помогло мне. А вот теперь стоп, я хочу уточнить. Понимаете, что вы мне рассказали? Вы мне рассказали, что у вас бывает состояние улучшения, а вот может быть это состояние лёгкой мании, лёгкой гипомании. Вот то, что вы расценивали как улучшение. Почему? Улучшение, а потом падает, а потом опять, то есть на одной и той же комбинации препаратов вам становится временно лучше, а потом падает, опять хуже. Это типично. Это типично для биполярного расстройства. И вы, это первое, что вы мне сказали. Поэтому я предполагаю, что вполне возможно, что вот это, когда вам становится легче, лучше кратковременно, на самом деле это не выход из депрессии, а вход в лёгкую гипоманию. Но поскольку вы принимаете ламатричин, поскольку вы принимаете аланзапин, через некоторое время вы опять падаете в эту депрессию. То есть вот такое, скажем так, репециклинг. Быстрая смена фаз. Быстрая смена фаз. Ну да. Ну, возможно. Ну вот я просто волнуюсь, что даже вот, несмотря на то, что, вроде как, недавно выслит из ламатричина, всё равно мне лучше не стало. И, в принципе, аланзапин был дополнен позже, и он тоже мне никак не помог. Ну, вы знаете, вы девочка молодая, и я, конечно, не хочу вас огорчать, но я вам хочу сказать, вы должны понимать, что бар – это очень тяжёлое заболевание. Бар – это заболевание резистентное к терапии. И никто вам никаких гарантий не даст. Никто. Но всё-таки надо пытаться. 150, я считаю, поскольку я поставил вам бар, это маловато. Надо ламатричин, тем более, что вы сами сказали, что когда вам добавили ламатричин к дулоксетину, вы почувствовали себя лучше. То есть бар без нормотимика не лечат. Не лечат. Значит, основной препарат при лечении бар – это всё-таки нормотимики. Либо противосудорожного ряда – ламатричин, трилептал, карбамазепин. Скажем так, вольпраат вам не надо, потому что вам ещё предстоит рожать, беременеть в будущем. Поэтому не стоит. На Западе его женщинам не назначают. Или литий. Попробовать литий. Если, предположим, вы увидите, что ламатричин вам вместе с этим дулоксетином, вместе с аланзапином, значит, не станет вам хорошо попробовать этот вот литий карбонат. Это старый, проверенный, скажем так, нормотимик при лечении бар. Но для этого врач должен согласиться. Кстати, вы знаете, что я вам советую? Вот я размещу же вот эту нашу беседу с вами в YouTube. Какие у вас взаимоотношения с вашим доктором? Ну, вот такие... Он как-то особо не вникает в мою проблему. А вот даже ламатричин, это в основном... Это ещё другой врач мне там посоветовал. И я, в принципе, ему просто предложила это. И он даже не стал вникать, почему он это не значит. Ну, хорошо. Так вот, знаете, что я не знаю, там, интересуется, и, конечно, было бы вам повезло, если бы, кстати, вот тот... Может быть, вам стоит пойти к тому врачу, кто вам предложил ламатричин? Может быть, он более грамотный, более внимательный. Понимаете, я не знаю, будет ли он слушать. Мы с вами уже говорим 2 часа 13 минут. Я сомневаюсь, что ваш доктор будет тратить время на то, чтобы послушать. Вот. А вообще-то, если бы он был бы заинтересован и выставил вам, скажем так, это шизоотипическое расстройство, и послушать мнение другого доктора, причём это ж такое, где он может его послушать? Он послушает. Вы ему дадите ссылку на Ютубе, и пусть послушает. Если он согласится, понимаете? Почему? Потому что если он вообще продолжает настаивать на том, что у вас шизоотипическая расстройство, то он вам ничего добавлять не будет. Он вам даже и литий-карбонат не добавит. Это если потребуется в этом. То есть человек должен, значит, действительно согласиться, что да, моя пациентка, она страдает, скажем так, вот бар, значит, её надо лечить. А если он считает, что у вас шизоотипическое расстройство, а может быть он вообще не считает, а может быть ему вообще наплевать на всё, понимаете, потому что вы ему сами подсказали. Может быть вам имеет смысл опять поговорить с тем врачом. А что это был за врач, который назначил вам Лама Триджин? Это из Новосибирска ездили мы. О, вы ездили в Новосибирск. А что это за врач такой? Более, более квалифицированный, что ли? Ну, я не знаю, мне даже точно тоже он не сказал диагноза, просто вот сказал, что, возможно, стоит попробовать тогда нормотимики, если... Ну, так поделите, возможно. Он же не просто с фонаря взял, а вообще-то вам надо всегда спрашивать, всегда, с кем бы вы ни консультировались, я всегда пациенту говорю сам. Доктор, ну а что вы у меня предполагаете? Чем я страдаю? Как вы считаете? Значит, вы не спросили, поехали. Деньги заплатили в Новосибирск. Он-то, в общем-то, с моей точки зрения, он правильно вам назначил Лама Триджин. Абсолютно правильно. А вот по какой причине он вам назначил? Если он вам назначил по причине того, что он тоже подумал о биполярном расовести, тогда мы с ним думаем в одном направлении. Вот в чем вся проблема. Но, естественно, конечно, вы же не будете ездить... Ну, ладно. Хорошо, бог с ним. Понимаете? Вот вам и прокол. Вот вам Новосибирск. Надо было и не говорить. Надо было поехать в областной центр или в другой областной центр и так далее. Ладно, хрен с ним. Это все равно тоже... Это ничего страшного. Но проговорилась. Проговорилась. Пациентка инкогнито. Ладно. Забудем об этом. Значит, самое важное... Самое важное. Вы дадите... Значит, я думаю вот что. Что вам все-таки нужно как-то, может быть, сменить врача. Я не знаю, там, где вы живете, есть более-менее еще другие врачи или нет? Нет. Тут вот только один врач, маленький город и другой врач. Хорошо. Так, может быть, стоит поехать в областной центр какой-то. Я не буду вам говорить какой-то. А, хватит. Вот. Поехать в областной центр. Вот. Просто пересмотреть. Пересмотреть диагноз. Почему? Потому что этот маленький городишко там, маленький... Врач один, он там один, он там и царь и бог. Он поставил этот диагноз и все. Это еще не значит, что вы действительно... Я, например, считаю, что нет у вас этого диагноза. Вот. Слава Богу, что хотя бы он слушается, что вы ему говорите. И он вам добавил ламатриджин. Значит, увеличьте дозу ламатриджина. Увеличьте дозу. Я вам говорю, вначале до 200, потом 250. Протестируйте. Потом 300, если хорошо будете переносить. Вполне вероятно, что чем больше доза, тем лучше будет. Если нет, можно будет заменить. Предложить доктору, чтобы он заменил вам ламатриджин литием, карбонатом. Но там сложно. Там надо какое-то время проверять содержание лития в крови. Это надо узнать. Там, где вы живете, есть лаборатория, которая может определять? Да. Есть. Ну, так тем более, может быть. Это не сейчас. Вначале вы должны протестировать все-таки ламатриджин. Почему? Потому что это удобно. Не надо никаких, значит, кровь брать. Не надо контролировать и так далее, и так далее. И тому подобное. Вот. Но я вам все-таки советую. Вот. Все-таки с мамой поговорить. Вот. Кстати, кстати, если мама согласна, я могу с ней сам тоже сейчас поговорить. Значит, повезти вас к серьезному доктору. К серьезному там. Или даже не знаю, как там. Короче говоря, нужно сейчас убрать этот чертовой матери диагноз. Вот. Почему? Потому что, с моей точки зрения, нет у вас шизофрении. Нет. Нет. И не пахнет ею. С моей точки зрения, вы страдаете бар. Поэтому врач, лечащий, который вас лечит, он должен вас лечить, как от бар. А не смотреть. А не смотреть, рассматривать вас, как пациентку, страдающую шизотипическим расстройством. Почему? Потому что, если он знает, что бар, он будет все же таки проводить лечение в случае его, значит, неудовлетворительного эффекта, как больную, будет рассматривать, лечить вас, как больную бар, а не как больную, шизотипическим. Потому что если он... Я знаю. Да. Да. Ну, в этом есть проблема, потому что я, в принципе, наблюдалась у других многих врачей, и никто к этому серьезно не отнесся. Ну, то есть, никто, в основном все подозревали именно этот диагноз. А вот про тот момент, что у меня было вот такое приподнятое настроение, никто даже не слышал. потому что не придавали этому внимания. И они придавали внимания, потому что никто с вами не беседовал. Вот мы сейчас уже с вами беседуем 2 часа 20 минут. Надо было, я беседовал и 3, и 4, пока все. Просто мало, 5 минут беседа, и все. Вот в чем дело. Они не дошли до этого. Они не говорили ни о наследственности. Вот в чем вся проблема. Вот в чем вся проблема. Надо же смотреть, чем страдали. Ваши предки. Предки ваши, понимаете, предшествующее поколение. Там нету, там нет. Там есть эмоциональная нестабильность, которая граничит с баром. И там есть депрессия с суицидом. И там есть алкоголизм. Вот что там есть. Там нету шизотипического. Вот в чем вся проблема. Проблема это во врачах, потому что никто не будет с вами два часа с половиной или три говорит. Вот в чем вся проблема. Кто с вами два часа, говорю, кто с вами вообще час говорил хотя бы? Может быть, вот там, где вы были на консультации, кто, значит, тот врач, который, значит, порекомендовал вам ломать речень. Может быть, он чуточку и больше говорил. А эти местные, ну что, на, пришел и все, и иди. Почему? Потому что у него там сзади толпа стоит. И он что, будет с вами два часа говорить? Я еще хотела сказать, что, в принципе, у меня само есть как бы средства, чтобы, допустим, даже у вас лечиться. Ладно. Средства? А откуда у вас такие средства? Что, мама дает? Да, и, по сути, мне как бы даются какие-то заслуги, и я копила с праздников. У меня же 18 лет было, мне подожили довольно много. Подождите, я все понимаю, что вы будете деньги тратить на это. Ну, хорошо, смотрите. Смотрите. Смотрите, решаете вы. Вы решаете. Вы решаете. Но я бы в любом случае, все-таки вам, вы понимаете, одно дело, ну, я, значит, побеседовал с вами, я изменил диагноз. Я бы все-таки хотел бы, чтобы кто-то серьезно отнесся, я хочу, чтобы у вас была альтернативная консультация. Это я хочу. А кроме того, серьезная, заинтересованного доктора. Я заинтересованный, я это делаю с интересом. Мне интересно, если я беседую с пациентом, я должен докопаться до истины. Я должен поставить правильный диагноз, потому что кто хорошо диагносирует правильно, тот хорошо и правильно лечит. Это знаменитый принцип. Кви бене диагносит, бене курат. Латинская поговорка. А если диагноз поставишь не тот, и неправильно лечишь, то, конечно, и успеха не будет. Хотя я опять повторяю, что бар лечится плохо. И то, что плохо лечится, и то, что, несмотря на то, что вы принимаете сейчас, по идее, правильное лечение, как лечение, которое используется при баре, успехи не очень и очень незначительные, это тоже льет воду на мельницу этого диагноза. Потому что бар лечится очень плохо, особенно депрессия. Кстати, мания лечится легче. Мания лечится легче. Там доводишь аланзопин до, скажем так, 15-20 миллиграмм, и через 2-3 недели человек становится самим собой. А вот депрессия, депрессия, вы сами уже убедились, как она туго лечится. Так? Она туго лечится. Она туго лечится. Кстати, кроме долоксетина, вы какие еще антидепрессанты использовали? Сертралин и эсцеталопрам. Эсцеталопрам, да. Ну, значит, долоксетин немножко лучше или как? Или так же, как и сертралин и эсцеталопрам? Ну, по сути, так же. Но больше мне помогал сертралин. Особенно вот именно на нем я в ремиссию как-то вышла один раз. Вы знаете, я вам хочу немножко разочаровать. Значит, я не знаю, от чего вы вышли. Вышли ли вы или вошли? Кстати, там есть маленькая деталь. Если вы вышли на сертралине в течение 1-2 дней, то вы не вышли, а вошли. Ну, это в течение месяца становилось лучше. А значительно как она стала лучше? Ну, скажем так, это в течение месяца плавно лучше, 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 лучше. Или как? Ну, да. Почему? Потому что обычно, обычно при баре я замечаю такое особенное. Вот человеку плохо, вот как сейчас. он будет в депрессии, в депрессии. Вот. Значит, я беседую с пациентом. Вчера он мне сказал, ой, доктор, плохо. Сегодня он мне говорит, ой, доктор, мне лучше. А завтра он мне говорит, доктор, мне хорошо. Когда я это слышу, я прекрасно понимаю, что он не вышел из депрессии, он вошел в манию. Вы понимаете разницу? Да. Разницу. Но обычно при монополярной депрессии, если бы вы на сертролине бы плавно вышли бы из депрессии, то продолжая принимать сертролин, вы так бы и остались бы в хорошем самочувствии. А у вас через какое-то время вы опять погрузились в депрессию. Это как раз и говорит о биполярном расстройстве. Это типично для него. Ну, я еще там, не знаю, с чем это было связано, там еще мне лечение хотели скорректировать, потому что тревожные расстройства не проходили. И вот что-то и в лечении стали менять, и, возможно, как-то диагноз сказался, и мне снова стало хуже. Ну, я сомневаюсь в это. Вы поймите, значит, сертролин, он тоже снимает тревогу. И если обычно, при обычной депрессии, знаете, есть же разные депрессии. Есть, правда, вы не видите, хотел вам показать, но вы меня не видите. Значит, есть монополярная депрессия. Человек нормальный, а потом в депрессии. Потом он вышел из депрессии и вошел, вернулся в нормальное самочувствие. Есть биполярная депрессия, когда человек полностью не выходит из депрессии, но не погружается в манию, а ему то лучше, то хуже в рамках депрессии. То есть депрессия то сильней, то депрессия слабей. Потом она опять сильней, потом она слабей на одном и том же лечении. И есть бар, когда есть две фазы. Либо депрессия тяжелая, плохо подающаяся лечению. А потом, когда человек выходит из этой депрессии, он не входит в нормальное состояние. Вообще при баре человек даже и не знает, а что же для него является нормальным состоянием. А он входит в гипоманию или он долгое находится в депрессии. Вот вам и все. Короче говоря, я, конечно же, не могу за других врачей. Я уверен на 100%, на 100%, даже не на 99%, что вы страдаете биполярным расстройством. Все. Лечение правильное. Единственное, я вам советую все-таки увеличить, упор делать. Не увеличивать дозу антидепрессанта. Антидепрессанты при баре, они либо некоторые погружают в манию, либо вообще неэффективны. Значит, по сути дела, как у вас приблизительно, они малоэффективны. Они не выводят человека из депрессии. Основной ваш препарат – это норматимик. Это основной препарат при биполярном расстройстве. Поэтому доза 150, она, значит, уже и неплохая. Но все-таки вполне вероятно, что на более высоких дозах ламатриджина, если вы будете их хорошо переносить, вполне вероятно, что у вас может стать лучше, что вы стабилизируетесь, и вы, значит, вернетесь в свое какое-то нормальное самочувствие. Почему? Потому что пробовать надо, да? Можно спросить, а вот играет роль то, что между 50 и 150 миллиграмм не было разницы? Не понял. Ну, то есть я начинала с 50 миллиграмм ламатриджина, и постепенно увеличивала до 150, и я не видела никакой разницы. Ну, так это как раз, понимаете, я вам точно сказать не могу. Но это как раз признак того, что дозу надо увеличивать, чтобы разницу вы почувствовали. Но я опять повторяю, при хорошей переносимости, вот 150 – хорошо переносили, хорошо, 150 – хорошо, хорошо, 200 – будете хорошо переносить. Значит, понимаете, нам же важно больше. Нам важно, чтобы ламатриджин дал эффект, чтобы вы вышли из депрессии. Чтобы вы вышли, потому что вы сейчас в депрессии. Вы не в мании сейчас. А когда вы были в мании, так было прекрасно. И так далее, и так далее. Вы находитесь сейчас в депрессии. Поэтому, поэтому дозу надо повышать до максимума до 300 миллиграмм. При условии, что вы будете ее хорошо переносить. Это первое. Дозу антидепрессанта менять не надо. Менять антидепрессант тоже не надо. Эффект будет одинаковый, что на эстеталопраме, что на, скажем так, сертролине, что на дуло-ксетине, а один и будет эффект. Это первое. А дозу, дозу антипсихотика можно снизить немножко. Почему? Потому что вы находитесь в депрессии, 10 миллиграмм вам не помогает. Они могут вас, 10 миллиграмм, там 15 миллиграмм аланзапина в депрессии, могут усилить депрессию. Потому что они тормозят. Аланзапин тормозит. Это антипсихотик. Он убирает дофамин. Допамин. Он блокирует допамин. Он блокирует рецепторы допаминовые. И чем меньше допамина, тем у человека меньше радости, меньше интереса, меньше яркости. Все такое эмоционально притупленное. Поэтому я думаю, что в плане терапии вам надо пытаться увеличивать дозу ламотричина, дозу дулоксетина не менять, а вот дозу аланзапина в депрессии можно и снизить до 5 миллиграмм, до 2,5 миллира. Полностью отменять не надо. И все. Вот и все. И еще одна опция. Это если ламотричин даже в дозе 200-250-300 миллиграмм вам не поможет, то вам надо, имеет смысл, попробовать литий карбонат, чтобы достичь его терапевтическую концентрацию в сыворотке крови, значит, в, значит, не меньше, не меньше 0,5 микрограмм литр, микромоль, не микрограмм, микромоль литр. Это 0,5, 0,6, 0,7. Все. Вот на этой дозировке терапевтической лития в сыворотке крови, почему там надо контролировать? Потому что если он там будет 0,2, 0,3, он не поможет. Там должна быть минимум, это 0,6. Между 0,6, 0,7, 0,8. Больше тоже не надо, потому что может отравление появиться. Поэтому надо контролировать. Но это будет недостаток, что надо все-таки там раз в две недели, три недели, четыре недели забирать кровь и смотреть, какая концентрация лития в сыворотке крови. Вот так. Скажите, мама хочет поговорить со мной? Пока у нас еще немножко есть, минут 20, потом телефон сядет. Мама хочет поговорить? Ну, я могу ее позвать, да. Позовите ее. Ну что, мама тут? Да, добрый день. Только никакого имени и никакого отчества. Все. Мама, мама пациентки. Так. Мама пациентки. Не указывайте ни город, где вы живете, ни ваше имя, никуда вы ездили, ни слова. Я была у псих... Значит, мы консультировали дочку там у психиатра и все без имен этих вот. Анонимно, полностью анонимно. Так. Следующий вопрос. Значит, вы знаете, чем болеет ваша дочка? Да, я знаю. Вы можете озвучить, чем она болеет? Ну, поставленный диагноз, совершенно типическое расстройство. Правильно. Шизофрению. Значит, я этот диагноз вашей дочери снял. Я ей выставляю другой диагноз. Я ей выставляю диагноз биполярного аффективного расстройства. Это первое. Значит, следующий вопрос. Я хочу, чтобы вы мне помогли. Вы помните тот эпизод в восьмом классе у вашей дочери, или вы, может быть, вы вообще о нем не знаете, когда ваша дочь написала блестящее сочинение, которое вызвало восторг, скажем так, учительницы, похвалу, необычность. Она даже не поверила, что это не ты писала, а это тебе кто-то написал, а у одноклассников вызвало, ну, якобы, со слов вашей дочери, враждебное отношение к ней. Вот. Как вы можете охарактеризовать, что там тогда в тот период происходило? Ну, у меня немножко другое мнение. Я не скажу, что это у учителя вызвало восток. Это было представлено просто как другое мнение. Как другое мнение. А почему раньше мнение было самое посредственное? Никто этого не говорил. Почему, значит, мнение, правильно, почему у дочери появилось вдруг другое мнение, которое обратило внимание учительнице, а до этого ее, этого сочинения никакого внимания не обращали? Вы же поймите, значит, там что-то новое было, живое, необычное, что учительница обратила внимание на другое мнение. Я говорил вашей дочери, что когда я занимался, это было в 60-х годах, в конце 50-х, я просто списывал, и никаких мнений не было, потому что я не способен был писать сочинения. Для этого надо иметь соответствующую натуру, эмоциональную. Я понимаю, я просто скатывал, и все. Так вот, вы заметили в тот период, когда, я не знаю, может быть, вы уже и забыли, но это не так давно и было. Я хорошо помню, я помню это сочинение, и помню, что мы разбирались с дочерью это сочинение. И я говорила о том, что ты имеешь право на другое мнение, и даже во многом я была с ней согласна. Правильно. Так скажите, что привлекло ваше внимание в этом сочинении? Я не скажу, что меня привлекло в этом сочинении что-то. Меня просто разрешало эту ситуацию, на которую она отреагировала после того, как прочитали ее сочинение. А само сочинение, да, оно скорее выражало ее личное мнение, а не мнение того, что, скорее всего, навязывал учитель по этой теме. Стоп, стоп. У нас уже очень мало времени. Значит, следующий вопрос. А до этого? А до этого сочинения были, значит, отличались вот такой особенностью, как это? Вот это очень важно. И до того она что же писала, дочка, сочинение? Я не помню этого. Ну, хорошо, все, вы не помните. Они особое сочинение не писали. Правильно. А тут вдруг написала, и вы согласились. А что, ее учительница критиковала за это особое мнение? Ну, я не думаю, что она критиковала. Критиковала. Более того, она с разрешения ее прочитала это сочинение. Но я не думаю, что она так хотела, чтобы вы его прочли. Ну, просто вот она так не могла не согласиться, скорее всего. Подождите. Значит, поймите, там 30 класс, 30-40 человек выбрали сочинение, значит, обратило внимание, особое мнение, высказанное только вашей дочери. Значит, она находилась в каком-то ином состоянии, нетипичном для нее. Скажите, в этот год, вот, почему? Потому что я имею информацию. Вы не замечали, что все-таки ваша дочь, она была несколько иная, чем до того. Более активная, более, ну, скажем, такая живая. Нет, я этого не замечала. Наоборот, она стала к тому времени менее активная. Через сколько времени? То есть, как? Значит, она стала менее активна, а написала такое хорошее, живое, с отличным мнением. Понимаете? Это противоречие. Это противоречие. Ладно. Хорошо. Вы не замечали в своей поведении своей дочери, что у нее меняется иногда, ну, настроение. Вот от депрессии. Сейчас она находится в депрессии. Вот. Я считаю, что вот тогда, в восьмом классе, ваша дочь находилась в гипомании, при поднятом настроении. Более-менее. Ну, скажем так, не то, что при поднятом, а в более активном, чем сейчас. Нет, я так не считаю. По сравнению с сегодняшним, она находилась в более активном, и более того, я считаю ситуацию в нее. Правильно. Я не хочу с вами спорить, понимаете, но я хочу вам сказать, значит, сегодня ваша дочь не учится, ходит на индивидуальное, значит, у нее лучше. А тогда она написала сочинение, которое было выбрано из всего класса и зачитано. А вы говорите, что это, значит, вы мне этого не замечаете. Ну, ладно, я, вы поймите. Оно было зачитано, как другое мнение, а не как хорошее сочинение. Опять 25. Значит, поверьте мне, другое мнение, другое мнение, это говорит о том, что это сочинение, а что значит хорошее? Если под дудку не будешь, значит, прославлять коммунизм в советское время, это, значит, уже особое мнение, только тогда за это особое мнение могли посадить. Понимаете ли? Вот в чем вся проблема. Значит, поверьте мне, что в сочинении вашей дочери в тот период, в том сочинении, не в нынешнем сочинении, в нынешнем она ничего не будет ни блестать, ни особого мнения, а в том, было что-то, какая-то искра Божья, вот, которая была вызвана соответствующим образом ее состоянием. Ну, хорошо. Хорошо. Вы согласны с тем, что ваша дочь страдает шизофренией? Я не могу поставить диагноз, но тех врачей, которые проходили, да, они говорят, что, ну, не говорят именно, что за хренией, но говорят, что она больна, да, однозначно. Она больна, да, конечно, она больна, но сейчас, значит, речь идет о том, что вашей дочери выставляют шизофрению, вяло текущую шизофрению. Я, например, другого мнения, я другого мнения, я считаю, что у нее биполярная расстройка, причем ее и лечат, ее и лечат, как больную биполярным расстройством. Вот та консультация, которую вы получили в областном центре, я не указываю, какой, и где этот был центр, и так далее, и так далее, доктор посоветовал ей ламатриджин. Ламатриджин – это препарат, который не используется при шизофрении, а используется при биполярном аффективном расстройстве. Первое. Второе. Скажите, пожалуйста, у вас часто меняется настроение? У вас? У меня – да, а у нее нет. А у нее нет, правильно, у нее нет. Так, ну, у вас – да. Скажите, ваш папа пил, да? Ну, я такого не знаю. Возможно. Вы такого не знаете? Он погиб, я была совсем маленькая. Ну, хорошо, а бабушка? Что бабушка сказала? Как папа погиб? Ну, там была же катастрофа. Подождите, какая катастрофа? В состоянии, папа был в трезвом виде или под алкогольным опьянением? Это называется… Я это точно не знаю. Возможно, возможно, под алкогольным опьянением, но мама никогда об этом мне не говорила. Хорошо, а вы не спрашивали. Ладно, не знаете. Ваш брат пил? Ну, не больше, чем в среднем все. А умер молодым? Ну, за 60 лет. Ну, так это молодой. Сейчас люди живут до 90 и достали. Значит, от чего умер? Сердечное недостаточно. Сердечное недостаточно. Скажите, он был женат? Да. Скажите, между ними и его супругой по поводу того, как он пил, были ссоры? Потому что если муж пьет нормально, пришел там в конце недели вместе с женой, она подала ему обед. конечно, пьем. Значит, он злоупотреблял. Хорошо, со стороны вашего мужа бывшего, отца вашей дочери. Скажите, там, вы четко знали, что тесть покончил, то есть, свекор покончил жизнью самоубийством, да? Да, со слов отца дочери, да. Хорошо, а как вы можете охарактеризовать, уже время сейчас отключится, а как вы можете охарактеризовать отца дочери? Он здоровый человек? Думаю, не совсем, вы имеете в виду психическую? Да, да, конечно, конечно, только психическую. Да, у него есть такая настойчивость, которая, ну, не связана с этим временем или с, как сказать, с явным положением мессия, он может настаивать на совсем противоположную. Ну, так, вы делали именно так, как он хотел бы. Упрямство, а вот то, что он сейчас считает себя одиноким, жизнь прошла, в общем, такая депрессивность, вы наблюдали за ним? Потому что конфликт, это конфликтность, если он что-то говорил, а вы, значит, ему говорили, да что ты говоришь, это ерунда, он начинал входить, значит, ну, возбуждался, и начинал ругаться с вами, правильно? Ну, да, он делал по-своему, все равно, старался делать по-своему, вопреки здравому смыслу, порой. Да, но он, но он на ваши возражения разумные, реагировал агрессивно, значит, скажем, раздраженно? Ну, я не скажу, что-то словесно выражалось, просто он прекращал, наоборот, разговоры, и делал по-своему, все. Ну, хорошо, ладно, значит, что я вам советую, поскольку, поскольку произошла переоценка диагноза, а диагноз бар, это, конечно, тоже хреновый диагноз, но намного лучше, чем шизофрения, я вам советую, все же таки, значит, проконсультировать еще один раз вашу дочь с каким-нибудь грамотным специалистом, это первое, а потом ваша дочь знает дать ему прослушать беседу, если он будет заинтересован в этом, вот так вот, почему, потому что все-таки шизофрения, это распад, это деменция, это инвалидность, это полное, скажем так, это путь в никуда, при баре, это тоже тяжелое заболевание, но, по крайней мере, там нет деменции, там нет потери, значит, умственных способностей, и так далее, и так далее, и тому подобное, сделайте это, сможете? Мы консультировались не с одним специалистом, я считаю, очень хорошим, но я могу вам сказать свое мнение, раз меня уже позволят, да, да, давайте говорите, твоя дочь многого вам не договаривает, многого не договаривает вам, многого не договаривает, а что же она не договаривает, так вы мне расскажите? Ну, Даша, думаю, она обманывает, что согласно лечению, и ее состояние, о котором она говорит, оно чисто такое ее, субъективное. То есть, скажем так, она что, симулирует, аггравирует? Нет, нет, я не думаю, что она симулирует, но она просто воспринимает все по-другому, не так, как другие люди. Да так она больна, она и должна воспринимать. В чем вы, ингредиент? Она может что-то скрыть, она может что-то скрыть, сказать не так, обмануть, но вот ради того, что она считает, что именно так надо лечиться. Мы очень много прошли врачей, и она не выполняла лечение. Подождите, меня сейчас интересует даже не лечение, лечение она получает нормальное, большего, лучшего она не получит. Вы мне ответьте на вопрос, какие диагнозы, кроме шизофрении ставили? Ну, больше никаких. А вы что, начинали с этого? Вы уже сугестировали врача, что вот моей дочери ставили... Сначала депрессивное расстройство ставили, но очень плохо поставили. Вначале депрессивное, правильно, а вот теперь Баррай, там шизофрения, значит, уже три диагноза. Поэтому надо найти хорошего, грамотного, ангажированного психиатра, который, 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 который все-таки постарается разобраться в этом. Почему? Потому что я не считаю, что ваша дочь, она лжет, она агравир, я это не считаю. Я работаю 52 года уже этим вот психиатром, я знаю людей, но она нормальная, она адекватно говорит и так далее, и так далее. Вот и все. Я не считаю... Это адекватно, но сначала я вот говорю, да, что у нее шизотипический, шизотипический тип личности, это действительно так. То есть она будет уже по-своему, и она просто... А в кого тогда, подождите, подождите, так в кого тогда, в кого тогда ваша дочь получила геншизофрения? С вашей стороны или со стороны папы? А? Я знаю всю наследство. Может и были, возможно и были, да. У кого? С вашей стороны или с папиной? Я... Я не могу сказать. А, вы не можете, правильно. У нас очень много необследованных людей было. Я вам хочу сказать, я вам хочу сказать, что я от вашего папы и бабушки до вашего сына и до вашей дочери и то же самое. И вот я послушал. У меня не создалось впечатление, что кто-то по вашей стороне или со стороны вашего, значит, отца ребенка страдал, скажем так, шизофренией. Я там вижу депрессию, суицид, это депрессия. Ваш муж, отец депрессия. И с вашей стороны, и с вашей стороны, а с вашей стороны даже вот эта эмоциональная нестабильность, она ближе принадлежит все-таки, как ближе по своей структуре принадлежит к этому. Но, поймите, мы на разных позициях, я врач, вы не врач, поэтому я спорить с вами не буду. А эмоциональная нестабильность к чему ближе принадлежит? К двору. к биполярному, аффективному расстройству, потому что то хорошее настроение, то плохое, то хорошее, то плохое, а тут то депрессия, то мания, в мании человек чувствует себя хорошо, вот и все. Нет, я не скажу, что у меня оно так резко меняется, но оно меняется в зависимости от такой жизни, от обстоятельств, да? Ну, я понимаю, я понимаю, я понимаю, но я же не буду с вами вести, скажем, научный спор, потому что мы в разных этих вот, в разных положениях, понимаете, вот. Значит, я вам опять говорю, мое, чтобы вы знали, я не нахожу шизотипию, это вот шизотипичек, это шизофрения, понимаете, не нахожу у вашей дочери. Все. Не нахожу. А, естественно, то воспитание, которое она получила без папы, вы воспитывали одна женщина ее, там, иногда вы эмоционально нестабильная и так далее, и так далее. Конечно, оно могло как-то отразиться на этом. Ну, и гены, и с вашей стороны, кстати, наследственность компрометирована, и со стороны отца ребенка, она скомпрометирована, чего стоит один дед, который кончил жизнь суицидом. А суициды, это в основном депрессия. Ну, вот так вот. Ладно. Спасибо. Вам спасибо. Пожалуйста, дайте мне вашу дочь, а то сейчас скоро уже и кончится все. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Ну, что я вам скажу, а почему мама говорит, что вы придумываете, обманываете, а? Она говорит, что я не вижу, во-первых, вещей, которые ухажающие во мне. Во-вторых, у меня действительно были какие-то недосказанности с врачами, из-за чего я могла не принимать лечение, которое они назначают. Ну, так минутку, так вы имеете свое, свое личное мнение. Понимаете, вы можете соглашаться, не соглашаться, вы можете дискутировать с врачом. А с моей точки зрения, вы лечитесь правильно. С моей точки зрения, вы лечитесь правильно, если, значит, правильно, что у вас таки бар. Потому что если у вас было шизотипическое расстройство личности или личность, так вам надо было только антипсихотики давать. Нет, они дают еще и антидепрессанты, и ламат режим. Они сами себя противоречат. Ну, в общем, ладно, это спор такой. Я вам хочу сказать. Я вас проконсультировал. Я с вами беседовал почти что три часа. Мое заключение у вас биполярное аффективное расстройство. Там особенности характера могут быть. А почему бы и нет? Без осара воспитывались. Мама эмоциональная, нестабильная. Сами тоже больны. Ну, естественно, оно могло как-то, значит, отложить свой отпечаток и наличность. Понимаете? Один момент. Мама считает, что, в принципе, у меня же, раз за меня какие-то ухудшения, то, наверное, это все равно шизофрения. Не понял я. Я, кстати, маму лучше слышал, чем вас. Мама четкая. Мама, я... Никаких у меня проблем. Что вы сейчас сказали? Я сказала, что мама находит все равно какие-то ухудшения во мне и говорит, что, значит, это шизофрения. Какие ухудшения? Вы что, разваливаетесь как личность или как? Ну, она говорит, что раньше я могла ходить в школу, сейчас я вроде как не могу ходить и вроде как мне становилось труднее. Подождите, это все правильно. Но если человек находится в депрессии, он тоже не будет ходить в школу. Понимаете? Не знаю. Значит, если бы вам поставили еще и шито, должны быть бред, должны быть галлюцинации. Понимаете? Ну, не укладывается это все-таки в шизофрении. Все-таки шизофрения это бредовые идеи, это галлюцинации зрительные, слуховые. Они должны быть. Это нарушение. Я с вами беседовал. У вас четкое, логическое, ясное, мышление и так далее. То есть оно не пахнет шизофренически. Оно не пахнет шизофренически. Все. А что мама считает?